Лето 1914 года началось для меня хорошо. Я написал несколько стихотворений, которые показались мне менее подражательными, чем прежние. Я их включил потом в книгу стихи о канонах. Лето было необычайно ясным, жарким, с редкими сильными ливнями. Все буйно цвело. Неожиданно я получил деньги из двух редакций и решил направиться в Голландию, ведь не запасаться же зимним пальто. Меня соблазняли и живопись Рембрандта, и описание своеобразного быта, и приветливые голландки в белых чепчиках, фотографии которых висели в бюро путешествий. Мне странно теперь представить себе, что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя недели в ожидании, впустят или не впустят. На слово «виза» я услышал впервые во время войны, прежде не спрашивали даже паспорта. На границе в вагон приходили только таможенники. Голландия оказалась тихой и живописной. Чепчики были действительно белыми. Действительно кружились крылья ветряных мельниц. Крестьяне медленно покуривали длинные глиняные трубки. Выхоленные коровы меланхолично жевали нежно-зеленую траву, а к утреннему завтраку неизменно подавали сыр. Словом, путеводитель, которым я обзавелся в Париже, меня не обманул. Повсюду были музеи, и утром, проглотив побольше бутербродов с сыром, чтобы не обедать, я направлялся в какой-либо музей. Обычно голландскую живопись определяют как сугубо реалистическую. Говорят, что она вдохновлялась повседневной жизнью. Сюжеты картин как бы подтверждают такие суждения. Портреты, жанровые сцены, пейзажи с обязательным в этой стране сочетанием плоской земли, воды и неба, натюрморты. На Виталии музей не отделен от улицы, на которой он помещается. Искусство там сливается с окружающей жизнью. А в Голландии меня удивил разрыв между искусством прошлого и действительностью. Крестьяне были вполне деловитыми. Биржа Амстердам оказалась национальным институтом. В будни все читали биржевые бюллетени, а в воскресенье — молитвенники. Пляж возле Гааги был заполнен тучными дамами. Среди всего этого стояли здания музеев, и там висели полотна Рембрандта, как они висели в Лувре и в Эрмитаже. Я спрашивал себя, чем объяснить такой разрыв. Кажется, голландские художники и три века назад жили в куда большем внутреннем отъединении, чем итальянцы. Выполняя заказы, изображая всем понятные жанровые сцены, они вдохновлялись живописным мастерством. В 1914 году слово «формализм» применялось только к человеку в футляре, но, выражаясь по-теперешнему, скажу, что старые голландцы мне показались формалистами. Я восхищался ими, но, выходя из музея, думал о своем. Все это не относится к Рембрандту. От него я не мог оторваться. Он меня заражал своим беспокойством. Видимо, он не жил в стороне от людей. Его страстность стесняла, а порой и возмущала современников. Вряд ли и другим художникам 17 века нравились негацианты или епископы. Но процветающим купцам нравились холсты художников, за картины хорошо платили, ими украшали дома. Теперь именем Рембрандта называют и улицы, и гостиницы, и марки сигар. А при его жизни было не то. Имущество художника описывали, продавали с торгов. Бывали годы, когда никто не стучал молотком в дверь его дома. Я бродил вдоль каналов, мимоопрятных домов и думал о судьбе художника, не обращая внимания на прохожих. Может быть, это в климате Голландии. Недавно я читал письма Декарта Гезу де Бальзаку. Декарт писал, как он проводит время в Голландии. Он прожил в этой стране 20 лет. «Каждый день я прогуливаюсь среди множества людей и чувствую такую же свободу, такой же отдых, как вы, когда вы гуляете по вашим аллеям, и люди, которых я встречаю, для меня те же деревья, которые вы видите в вашем лесу». Я вспомнил и потому о Декарте, что в то время впервые начал его читать, думал о существенности сомнений. Я мыслю, следовательно, я существую. Был жаркий день. Я шел, как всегда, по улицам Амстердама, не вглядываясь в лица прохожих. Внезапно что-то меня озадачило. Все взволнованно читали газеты, говорили громче обычного, толпились возле табачных лавок, где были вывешены последние известия. Что приключилось? Я попытался понять сообщение. Повсюду повторялось одно слово «Орлог». Оно не походило ни на немецкие, ни на французские слова. Сначала я решил вернуться в гостиницу и почитать Декарта. Но мной овладело беспокойство. Я купил французскую газету и обомлел. Я давно не читал газет и не знал, что происходит в мире. Матен сообщала, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Франция и Россия собираются сегодня объявить о всеобщей мобилизации. Англия молчит. Мне показалось, что все рушится, и беленькие уютные домики, и мельницы, и биржа. Я попробовал обменять русские деньги, у меня было 20 рублей, но в банках отвечали, что со вчерашнего дня меняют только золотые монеты. На гостиницу денег не хватило, я оставил там вещи и побежал на вокзал. В ночь на 2 августа я добрался до последней бельгийской станции. Во Францию поезда больше не шли. Бельгийцы отвечали, что их страна при любых условиях останется нейтральной. Немцы вторглись в Бельгию на следующий день. Нужно было перейти пешком границу. Дома светало. Мы шли между золотых тяжелых колосьев, потом был зеленый лук. Пели жаворонки. Мои попутчики и французы молчали. По пустой дороге прошло стадо. Звенели бубенцы коров. Наконец вдали показался человек. Это был французский часовой. Он зачем-то выстрелил в воздух, и среди тишины сельского утра выстрел меня потряс. Я вдруг понял, что моя жизнь раскололась на две части. Какие-то солдаты нестройно затянули Марсельезу. Навстречу шли немцы и немки с ребятишками с тяжелыми узлами. Они пробирались в Германию. Часовой, как-то неопределенно, ни то осуждающе, ни то беспечно, сказал мне, вот и война. В последний раз я оглянулся назад. На белую пустую дорогу, на стадо коров, на бельгийскую деревушку. Я не знал, что через несколько дней деревню сожгут и по дороге двинутся к югу германские дивизии. Не знал, что война надолго, все говорили месяц, может быть два, но почувствовал, что в мире все перевернулось. Теперь я знаю, как бой часов обозначает условное начало нового года, бесцельный выстрел часового где-то возле Эркелин обозначил начало нового века. Я навсегда запомнил тот летний день. Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война, и для меня, и для людей, меня окружавших. 44 года — немалый срок. Участники франко-прусской войны успели умереть или одряхлеть. Над их рассказами молодые смеялись. Никто из нас не знал, что такое война. Ко Второй мировой войне долго готовились. Успели привыкнуть к тому, что она неизбежна. Накануне Мюнхенского соглашения французы увидали генеральную репетицию, проводы запасных, затемнение. А Первая мировая война разразилась внезапно. Затряслась земля под ногами. Только много недель спустя я вспомнил, что Эко-де-Пари призывала вернуть Эльзас и Латарингию. Что еще в России на собраниях я клеймил союз Франции с царем. Царь получил аванс под пушечное мясо. Что владелец булочный много раз говорил мне, нам нужна хорошая, настоящая война. Тогда сразу все придет в порядок. А когда я проезжал через Германию, я видел заносчивых немецких офицеров. Все готовилось давно, но где-то в стороне, а разразилось внезапно. Меня взяли зуавы в свою теплушку. Прежде я видел надписи на вагонах. В России 40 человек, 8 лошадей. Во Франции 36 человек. И никогда не задумывался, о каких людях идет речь. Было тесно, жарко. Поезд шел медленно, останавливался на разъездах, дожидаясь встречных эшелонов. На станциях женщины провожали мобилизованных, многие плакали. Нам совали в вагон литровые бутылки с красным вином. Зуавы пили из горлышка, давали и мне. Все кружилось, вертелось. Солдаты храбрились. На многих вагонах было написано мелом «Увеселительная экскурсия в Берлин». Французские солдаты были в нелепой старой форме. Синие мундиры, ярко-красные штаны. Война еще рисовалась такой, какой ее изображали старые баталисты. Сдыбленные кони, знаменосец на холмике, генерал машет рукой в белой перчатке. Рассказывали множество историй, то хвастливых, то комических. Никогда не рождается столько басен, как в первые недели войны. Тогда я этого не знал и всему верил. Одни говорили, что французы заняли МЭТС, что убито тысячи немцев, что русские казаки несутся к Берлину. Другие уверяли, будто немцы вторглись во Францию, подходят к Нанси. Англия объявила о своем нейтралитете. Потоплен французский крейсер. Царь в последнюю минуту сговорился с Вильгельмом. Никто ничего не знал. Зуавы горланили, пели песни, то жалостливые, то ярнические. Северный вокзал в Париже походил на табор. На перронах ели, спали, плакали. Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял, Франция — это свобода. Я пойду воевать за свободу. Другой уныло бубнил, дело не в царе, дело в России. Если пустят, поеду, нет, запишусь здесь в добровольцы. Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов. Нет, шли все старухи, студенты, рабочие, буржуа. Шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели Марсельеза. Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам. Провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики «В Берлин! В Берлин!» Я не мог оторваться от вороха газет. Перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же. Политические оттенки исчезли. Жоресса убили. На его товарища писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гетт требовал войны до победного конца. РВ, который славился тем, что его газета «Ля Гер Сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал, «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бэтмен Гольвек назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии клочком бумаги. Бельгийский король призвал защищать родину. У него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеш героически сопротивлялся. Анатоль Франц попросил, чтобы его отправили на фронт. Ему было 70 лет. Его оставили, конечно, в тылу, но выдали ему солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом. «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа СДК ВСРов призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию. «Мы повторим жест Гарибальди. Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие». Я разворачивал по три и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечество, сыны!» Я жил в маленькой дешевой гостинице Ницца на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой Эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев, все они были русскими эмигрантами, Лапинского, Мартова, меня, и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать, как бывшую немецкую подданную. Особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет 15, не знавший французского языка, который застрял в Париже. Хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны. Я встретил художника Леже. Он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой. Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями. Завтра во дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра. Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону, «Я тоже пойду». Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню. Помню только, что, уходя, он сказал, «Ну ты, брат, просто с ума спятил». Мыслить я не мог. И, следовательно, если Декарт прав, я уже не существовал. Большая площадь перед дворцом инвалидов была заполнена людьми. Колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны. С флагами, с плакатами. Было много русских. Одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь. Если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть. Но все были веселы, пели, задорно кричали в Берлин. Дни стояли знойные. Люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова на финале печь. Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал. «Ты что, по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю. Может быть, я показался ему чересчур дохлым. Нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихии говядины. Я убежден, что если бы меня смотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным. Стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать. В толпе я увидел многих знакомых, и рубких эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Габеллен, и в завсегдатые фротонды. Я тогда не был знаком с Финком, а он, наверное, стоял в той же колонии, что и я. Вечером в ротонду пришел Кислинг в военной форме. Лебион его обнял, выставил всем шампанское. Мы выпили за победу. Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа, там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал. Хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели Марсельезу, смело товарищи в ногу, какие-то сентиментальные куплеты. Тогда вообще много пели, и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы. В первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются, и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию из-за фамилии. Каждый раз приходилось доказывать, что хотя и действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй. О том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы. Как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи. Молчите, остерегайтесь. Вас слушают вражеские уши. Разгромили молочные маги, арестовали графа Корольи, хотя он выступал против гавсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург. Вдруг по городу поползли зловещие слухи. Битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж. Под вечер прилетел немецкий самолет. Скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его назвали Таубе, Голубь. Меня больше всего удивляло это название, ведь Голубь Кумира придумал не Пикассо. Это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую Голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали, «Тоб летит!» Выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо. Все это было вновь. В богатых кварталах шли путевые сборы. Из домов выносили большие сундуки, горничный и лакеи в попыхах говорили «в Ниццу», «в Тулузу», «в По». Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо. Здорово они нас предали. Это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие Кайо, третьи — генералов. Сводки напоминали герметическую поэзию. Их могли расшифровать только посвященные. Но помимо сводок имелись другие источники информации. Привозили раненых, появились первые дезертиры. Они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии. Все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупости. Пошли зачем-то в Альзас, а левый фланг остался неприкрытым. Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле Квазарида-Леля. Все на улицах. Идут солдаты с юга на север от Пор-де-Орлеан к восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат «Спасите!» На штыках георгины, астры, песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют. У французов еще много резервов. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять. Ни сводок, ни песен, ни слез. Исчезли такси. Генерал Галлиани их реквизировал, чтобы подбросить подкрепление на Марну. Это тоже было новшеством. О моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображение. Все рисовалось грандиозным, апокалипсическим. Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел. Он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался. Мальчишка. Ему еще не было 15 лет. На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествующе сказал, немцы в МО! Завтра они будут в Париже! Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету. Сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до Ротонды. Любион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул, «Они в МО!» Я помнил МО! Я там как-то был с Катей. Это в 30 километрах от Парижа. Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать. Дальнейшее известно. Началось контрнаступление. При битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги. Немцы отошли и окопались. Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик 34, 34 километра от Парижа. В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жофр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено. Немцы отступили не так уж далеко. Газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в 90 километрах от Парижа. Немцы в Нуайоне стало присказкой. Но она мало-помалу теряла силу. Жизнь вступала в свои права. Я по-прежнему прочитывал десятки газет. Может быть, кто-нибудь на свете мыслит и, следовательно, существует. Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лотти. Я смеялся над оперными выступлениями Данунцо, который требовал крови. Но и другие, Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн, повторяли то же, что говорили по Анкаре или фон Бюллов. В некоторых газетах были белые пятна, статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой. Французы почему-то называли цензуру женским именем Анастасия. Эти белые пятна меня несколько обнадеживали. Кто-то знает правду, но не может ее высказать. С тех пор прошло много лет, много событий. Фашизм, Вторая мировая война, Освенцем, Хиросима. Сметение, владевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, до то ли не нюхавшего пороху больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь, сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Я сидел часами над ворохом газет, все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости. Конечно, Первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов, белые книги, желтые, синие, пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они не повинны вандализме. Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военно-пленными. Никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали. Войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было всего 14 лет. Он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданыка. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным. И действительно это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба? Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог профессор Мандсен, ему было 80 лет, рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени Первой мировой войны. Мандсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мандсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны. Посылка, по его мнению, была индивидуальным актом. Я помню, как смеялись над газетой «Матен», которая сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина. Но все спокойно читали в той же газете, что гений Гёте сродни удушливым газам. Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские — это печенеги. Вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу. Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин — «жидо-боши». Главным «жидо-боши» по ее словам был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Ролана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брандтинг и Бласко Иваньес, проявляющие симпатии к Франции, полуевреи. Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, но не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях девятнадцатого века, я преувеличивал роль философов и поэтов. То, что мне казалось вошедшим в плоти кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм на кровожадность, декартовские сомнения, на добровольный отказ от какого-либо мышления. Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое неизвестное во Франции. В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал, «Людей они не жалеют, а свое добро берегут». Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету. Тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной. Я ненавидел и владельцев шахт, и пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладонки. Все лицемерие и трусливость тыла. Но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Теги «Блаженный погибший в большом бою за четыре угла родимой земли». Эти четыре угла не позволяли мне до конца согласиться с Павлом Людвиговичем. Он мне очень понравился. Мы подружились, часто по ночам беседовали. Иногда я встречал у него известного меньшевика Юлия Осиповича Мартова, человека привлекательного, мягкого, честнейшего. Меня он удивлял своей нежизненностью, книжностью. Он был подавлен крахом второго интернационала, кашлял, ходил в худом пальто, мерз. И, как Лапинский, старался убедить не столько меня, сколько себя, что расплата неизбежна. Вряд ли он догадывался, какой будет эта расплата. Несколько раз я разговаривал с Антоновым Овсеенко. Он горячился. Обман, надувательство, безобразие, бойня. Это им не сойдет. И снимал очки. Его близорукие глаза были на редкость добрыми. В редакцию нашего слова входили также Мануильский и Лазовский. Я не понимал ни событий, ни других людей, ни самого себя. Жан Ришар Блок был одним из чистейших людей, которых я встретил в жизни. Познакомился я с ним позднее, в 20-е годы. И еще расскажу о встречах с ним. Теперь я хочу сослаться на него, как на свидетеля. Недавно опубликована его переписка с Роменом Роланом в годы Первой мировой войны. Жан Ришару было в 1914 году 30 лет. Его сразу призвали. Он был трижды ранен. Ромен Ролан был на 18 лет старше. Находился в Женеве и писал статьи над схваткой. В первые месяцы войны Ромен Ролан писал своему младшему другу, что не хочет огульно обвинять всех немцев, что он дорожит духовным единством Европы, что лучше всего будет, если война закончится в ничью. Жан Ришар в своих письмах говорил о зверствах немцев, обиходичании, верил, что это последняя война, стоит разбить кайзеровскую Германию, как восторжествует мир, свобода, счастье. Вероятно, Ромен Ролан видел происходившее куда яснее. Он ведь был, если не на горной вершине, то в стороне от катаклизма. Но мне было понятнее смятение Жан Ришара Блока. Я как-то раздобыл журнал «Де Женелф» со статьей Ромена Ролана, прочитал и обрадовался. Хорошо, что где-то уцелел хороший умный человек, который может говорить все, что думает. Но я чувствовал, что если до Нуайона действительно 90 километров, то нейтральная Швейцария на другой планете. Барбюс в начале войны думал и переживал события, как Жан Ришар Блок. Книга Ромена Ролана вызвала нападки шовинистов, сочувственные отклики людей, не потерявших головы, но никого не поколебала. Огонь Барбюса был продиктован не раздумьями одинокого человека, а горем людей, их гневом. Он родился в крови, в грязи окопов. И эта книга сыграла огромную роль в пробуждении миллионов людей. Война стала позиционной. В окопах продрогшие солдаты искали на рубашках в шеи. Начался тиф. Шли атаки и контратаки за обладание знаменитым домом паромщика. В Аргонском лесу саперы закладывали мины. Сводка бывала короткой, а тысячи людей каждый день умирали. Приходили письма Тихона. Мы узнали, что русские добровольцы попали в иностранный легион. Унтер-офицеры грубы называют добровольцев метеками, презрительная кличка иностранцев. Говорят, что метеки едят французский хлеб. Как будто фронт в шампани напоминал ресторан. История добровольцев, пошедших с флагами и песнями защищать Францию, трагична. Иностранный легион до войны состоял из разноплеменных преступников, которые меняли свое имя и, отбыв военную службу, становились полноправными гражданами. Легионеров отправляли обычно в колонии усмирять мятежников. Понятно, какие нравы царили в легионе. Русские, в большинстве политические эмигранты, евреи, покинувшие черту оседлости после погромов, студенты, настаивали, чтобы их зачислили в обыкновенные французские полки. Никто их не хотел выслушать. Издевательства продолжались. 22 июня 1915 года добровольцы взбунтовались и сбили нескольких особенно грубых унтер-офицеров. Военно-полевой суд приговорил девять русских к расстрелу. Военный атташе русского посольства Игнатьев, возмущенный несправедливостью, добился отмены приговора, но приехал слишком поздно. Русские умерли с криком «Да здравствует Франция!» Об этом не рассказал один из добровольцев, которого я встретил в Ротонде. Он потерял на фронте ногу, его освободили от дальнейшей службы. Признаюсь, впервые я подумал о военном враче, который забраковал мое сердце без обиды. В Париже, хотя до Нуайона было всего девяносто километров, жизнь казалась крепко налаженной. Клемонсто обличал Пуанкаре. Бриан, который был прекрасным оратором, произносил блистательные речи. Снова открылись театры. Сначала ставили патриотические пьесы в пользу раненых солдат, потом перешли на обыкновенные комедии и мелодрамы. До войны дамы приглашали на чай-танго. В начале войны начались чай-вязания. Дамы собирались, чтобы посплетничать и при этом вязали солдатские фуфайки. Кондитеры делали шоколадные конфеты в форме снарядов, ювелиры продавали брошки в золотые пушки. Почтовая бумага для нежных цедулок была украшена трехцветными флагами. Молоденькая жена владельца гостиницы, где я жил, начала пускать на час проституток с клиентами. Смущенно улыбаясь, ей было двадцать лет, говорила, ничего не поделаешь, война. Солдатам давали время от времени отпуск на шесть дней. Возле восточного вокзала бродили тысячи проституток, ожидали отпускников. В газетах печатались объявления о каких-то чудодейственных панцирях, которые предохраняют солдат от пули. Озлобленные женщины искали укрывающихся в тылу. Раз при мне человек, преследуемый двумя женщинами, которые не верили, что он инвалид, вынул из орбиты искусственный глаз. По тротуарам прыгали одноногие инвалиды. В кабаре пели куплеты о герое, который убил сто бошей и переспал сотней красоток. Мобилизованных художников отправили камуфлировать грузовые машины. Оказалось, что для камуфляжа нужно разбивать плоскость, и по улицам шли грузовики, напоминавшие полотна кубистов. Денег у меня не было. Частные переводы из России не разрешались. Я работал ночью на товарной станции Мон Парнас, помогал выгружать снаряды. Там врачи не осматривали нанимающихся. Рабочие вначале надо мной подтронивали. Я ходил в высокой шляпе, и они меня прозвали Шляпой, впрочем, по-французски это не звучит обидно. Работали старики, больные. Я с ними подружился. Во время перерыва в полночь мы ели. Это называлось завтраком. Рассказывали смешные истории. Утром я шел в гостиницу и полдня спал. Потом отправлялся в ротонду. Многие из завсегдата эфротонды были на фронте. Леже, Кислинг, Гийом Аполлинер, Блессандрар, Глез. Диего Ривера хотел пойти добровольцем, но его не взяли, как меня. Объяснили, что его ноги никуда не годятся. Ротонда и до войны была тем местом, где катастрофичность выдавалась каждому посетителю вместе с чашкой кофе. Естественно, что, когда смутные предчувствия стали будничным бытом Европы, Пикассо был этим менее удивлен, чем булочница, у которой он покупал хлеб. Булочница была вдовой, детей у нее не было. Она приспособилась к войне, но вдруг начинала всхлипывать. Нет, вы скажите, кто это придумал? Они все сошли с ума, вот что я вам скажу. Если мне кто-нибудь объяснит, почему они стреляют, я ему дам сейчас же двадцать франков. А вы знаете, сколько теперь стоит килограмм масла? Пикассо как будто знал заранее все, что должно было произойти. Он много работал. Под вечер приходил в ротонду. Я встречался с ним, с Диегори Верой, с Модильяне. Я был измучен ночной работой, читал Достоевского и Апокрифы, писал стихи, которые становились все более и более иступленными. Случайному посетителю могло показаться, что ротонда расположена в нейтральном государстве, а на самом деле ротонда жила в ощущении катастрофы еще задолго до 2 августа 1914 года. В 1913 году мы все читали поэму Блеза Сандрара проза сибирской магистрали и маленькая Жанна. Сандрар писал «Я видел тихие эшелоны, черные эшелоны, они возвращались с Дальнего Востока как призраки. Мой глаз их сопровождал, фонарь последнего вагона. На станции Тайга сто тысяч раненых лежали в агонии. В Красноярске я видел лазареты, я видел эшелон потерявших рассудок. Пожар был на всех лицах, пожар занимался во всех сердцах». Удивительным человеком был Блэс Сандрар. Его можно было бы назвать романтическим авантюристом, если бы слово авантюрист не утратило своего подлинного значения. Сын шотландца и швейцарки, замечательный французский поэт, оказавший влияние на Гиома Аполлинера, человек, узнавший все профессии и сколесивший весь мир, он был дрожжами своего поколения. Когда ему было 16 лет, он отправился в Россию, потом в Китай, в Индию, вернулся в Россию, уехал в Америку, в Канаду, был добровольцем в иностранном легионе, потерял на войне правую руку, побывал в Аргентине, в Бразилии, в Парагвае, был истопником в Пекине, бродячим жонглером во Франции, снимал с Абелем Гансом фильм «Колесо», покупал в Персии березу, занимался пчеловодством, работал таристом, написал книгу о римском Корсакове. Никогда я не видел его опустошенным, орабевшим, отчаявшимся. Начали налетать цеппелины. В лунные ночи большой воздушный корабль повисал над городом. В него стреляли, но он едва шевелился, противовоздушная оборона была слабой. Мы любовались и ругались. Потом нас начали загонять в метро. Я впервые услышал крик сирены. И опять-таки больше всего меня поразило название. Сирены Эллады очень нежно пели. Именно пением они сводили с ума мореплавателей. И хитроумный Одиссей заткнул воском уши своих товарищей. А у сирен двадцатого века препротивный голос. Их песни я слушал потом не раз и в Испании, и в Париже, и в Москве. Войны не походили одна на другую. Но сирены в 1941 году выли точно так же, как в 1915. В метро было шумно, как на ярмарке. Продавали китайские орешки и портреты жоффра. Влюбленные целовались. Глупо было терять время из-за каких-то цепелинов. Утром мы глядели на распотрошенные дома. Среди мусора валялись семейные портреты, осколки посуды, сплющенная детская кровать. Соседи стояли, рассказывали о жертвах, плакали. Смерть начала казаться старой знакомой. Была среди завсегдатой фротонды художница Васильева. Она занималась живописью, а кроме того делала куклы. Любители их покупали. Это была энергичная общительная женщина. Во время войны она организовала столовую, где художники могли дешево обедать. Иногда в столовой собирались вечером, пили, декламировали стихи, пророчествовали и просто кричали. Я порой приходил туда и, как все, прорицал или ругался. Мне случайно попалась в руки книга, письма поэта Макса Жакоба. В 1915 году он писал Гийома Полинеру, старшине артиллерийской бригады. У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург. Он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде страшного суда. Идут за стариком, который сидит в кафе. Разве вы не знаете, что пришел в страшный суд? Нужно идти. А старик отвечает, что там, страшный суд? Не могу, меня к ужину ждут. Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек. Кому-то я тогда казался сильным. Это была сила отрицания. Сам я часто думал о своей слабости. Макс Жакоб сказал, что хочет перевести несколько моих стихотворений на французский язык. Работали мы у него. Он жил на Мон-Мартре в маленькой комнате. По-прежнему он приходил в ротонду чрезвычайно элегантным, а, возвращаясь домой, снимал выходной костюм, аккуратно складывал его в сундук и облачался в замызганную курточку. В конце 1917 года в Москве я получил письмо от Макса Жакоба. Он сообщал, что переводы моих стихов читали на вечере современной поэзии в осеннем салоне. Я не ответил. Мы жили в разных мирах. Были у Макса Жакоба некоторые черты, сближавшие его с другим Максом, Волошиным. Оба помимо поэзии занимались живописью. Оба обожали игру, дурачество, мистификацию. Когда Макс Жакоб попал под машину и скорая помощь отвезла его в госпиталь, он умолял, чтобы врачи предупредили его дочь, хотя никакой дочери у него не было. Он принял католичество, уверял, что к нему являлись и Христос, и Мария, не зная, что было от веры, что от игры. Он мне вполне серьезно рассказывал, что богоматерь, явившись к нему, сказала на арго «Макс, ты паскудный». Крестным отцом был Пикассо. Подлинной страстью Макса Жакоба было искусство. Он писал стихи нежные и насмешливые, то обличал самодовольных буржуа, то по-детски исповедовался, предвидел взлет физики, астрономии, обладал необыкновенным воображением и чувствительностью, которая позволяла ему многое предугадать. Писал, что министры и эстеты ведут абстрактные разговоры о чистом искусстве, о величии Франции, а над ними оловянное небо и изрезанное молниями. Много лет он прожил в аббатстве на Луаре. Там его застала Вторая мировая война. Вскоре Максу пришлось надеть на себя желтую звезду. Он был евреем. Он писал друзьям печальные письма, знал, что ему предстоит. Однажды к нему приехал Поль Элюар, участник сопротивления. Он хотел рассказать Жакобу, чем молодая поэзия Франции ему обязана. В январе 1945 года Парижское радио передало, что немцы убили Макса Жакоба. Потом я узнал подробности его смерти. В начале 1944 года немцы увезли Макса на пересыльный пункт Дранси. Оттуда евреев отправляли в Освенцим. Там погибли все родственники Жакоба. Максу было 68 лет. Он заболел и умер в Дранси. Спавшиеся рассказывали, что умирал он достойно, стараясь приподнять и пригреть других. Макс Жакоб переводил мои кощунственные стихи и молился потом Богоматери. Я ходил каждую ночь на товарную станцию и выгружал боеприпасы. По Анкаре торговался с Сазоновым, кому достанется Константинополь. Павел Людвигович рассказал мне о Цемервальской конференции. Газеты по-прежнему лгали, но я их больше не читал. Я жадно слушал рассказы отпускников, читал Кеведо, Протопопа Аввакума, Вийона, Блока и окончательно отощал, ходил черт знает в чем. Клемансо продолжал обличать по Анкаре, в сводках повторялись названия тех же деревень, женщины плакали, мне чудился трупный запах, война загнивала. Фернан Леже приехал с фронта в обычный шестидневный отпуск и показал мне рисунки, которые он сделал в окопах. Я не художественный критик, да и пишу я книгу не об искусстве, мне хочется, оглянувшись назад, заглянуть в будущее. Я приведу сейчас то, что я писал о военных рисунках Леже в 1916 году. Это не оценка историка искусства, а свидетельство современника. Леже привез с фронта много рисунков. Он рисовал на отдыхе в землянках, порой в окопах. Некоторые рисунки забрызганы дождем, некоторые разодраны, почти все на грубой оберточной бумаге. Странные, таинственные рисунки. Да, я этого никогда не видел, но мне кажется, что я видел именно это, только это, Леже кубист. Порой он схематичен, порой страшит раздроблением всего, что мы видим. Но передо мной лицо войны. В его рисунках нет ничего личного, нет даже немцев или французов, просто люди. А может быть, нет и людей? Люди подчинены машине, солдаты в касках, крупы лошадей, трубы походных кухонь, колес орудий. Все это детали механизма. Нет красок, и пушки, и лица солдат на войне теряют цвет. Прямые линии, плоскости, рисунки, похожие на чертежи, отсутствие произвольного, увлекательно-неправильного. На войне нет места мечте, хорошо оборудованный завод для уничтожения человечества. Эти листочки, обрывки планов, а срисовал их добродушный нормандец Фернан Леже. Помню один вечер, мы сидели в ротонде, но о Леже хотелось поговорить, а кафе во время войны закрывали в десять часов. Мы купили вина и пошли в мастерскую Фернана. Его первая жена, хорошенькая, смешливая Жанна, весело щебетала. Она принесла стаканы, банки консервов. Леже вдруг помрачнел. Вспомнил, как открывал консервы штыком, испачканным кровью. Выпив красного вина, он оживился, стал рассказывать. Я там встретил настоящих людей, кого я знал до войны. Аполлинера, Архипенко, Сандрара, Пикассо, Моди, Макса, тебя. А там я увидел обыкновенных людей. Они и говорят по-другому. Ты знаешь, когда я им сказал, что я живописец, они решили, что я маляр. Вот этим можно гордиться. Это тебе не ротонда. Леже потом часто говорил, что война была решающим событием в его жизни, помогла ему найти себя. Он говорил даже, что только после войны начал работать самостоятельно. Я познакомился с Леже задолго до начала войны. Он тогда еще жил в Ля-Рюш рядом с Шагалом и Архипенко. Это было время расцвета кубизма, влияние которого было настолько велико, что даже Шагал, этот поэт, местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых ловчонок, на короткий срок заколебался. Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Глесс, Метцинже объясняли философское и эстетическое значение кубизма, говорили об углублении Сазанна, о необходимости разложить формы. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал, «Хм, именно потому». Однажды я остался ночевать в его мастерской. Мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца, Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами. Черт женился на швейной машине. Я тихонько выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал, и страшил. Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Я сравниваю его работы 1913 года и 1918. По-моему, разрыва нет. Вообще в творчестве Леже не было резких поворотов. Он был очень верным, никогда не отступал от своего прошлого, дорожил старыми друзьями. В 1913 году он нанял мастерскую на улице Нотр-Дам-де-Шан и там проработал около 40 лет. Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины. Леже не походил на свою живопись, не походил он и на завсегдатые ротонды. В его облике было нечто близкое природе. Вероятно, сказалось происхождение, детство, зеленая нормандия, яблони, коровы, крестьянская семья. У Леже были большие руки. Он был высокий, с широкой костью, с медленными движениями. Мне он казался скульптурой, только не из камня, а из теплого живого дерева. Его роднило с другими художниками, приходившими в ротонду, ненависть к лицемерию, к украшательству, к драпировке старых затхлых комнат. Но он не носил в себе того жестокого истребляющего огня, который чувствовался в беглом взгляде молодого Пикассо. Леже в молодости хотелось строить, а не разрушать. Он должен был до 75 лет, и в его биографии нет катаклизмов, только смены времен года и работа, постоянная, вдохновенная работа. Некоторые посетители ротонды увлеклись Октябрьской революцией как стихией разрушения. А потом, узнав, что в России не только продолжают учить детей таблицы умножения, но и поощряют художников академического толка, вчерашние большевизаны, так газеты называли сочувствующих, превратились в противников коммунизма. Леже был человеком другого склада, да и другого калибра. Октябрьскую революцию он приветствовал как начало строительства нового общества, никогда от своих суждений не отрекался и умер коммунистом. Умер он внезапно. Я был в его мастерской за год до его смерти. Он показывал новые работы, казался здоровым, бодрым. Работал он до последнего дня и рухнул как большое еще зеленое дерево. Маяковский, который был у него в 1922 году, писал «Леже, художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное и нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни». Это была эпоха лефа, конструктивизма, желание стихами покончить с поэзией. Я расскажу в следующей части моей книги о трагическом поединке Маяковского с искусством. А Леже выстоял. У него были удивительно крепкие ноги и хороший здравый ум. Когда я доходил до точки, я шел к Леже. А если его не было в Париже, думал о нем. Его живучесть помогала жить другим. Не знаю, от каких прославленных знатоков слышал Маяковский пренебрежительные отзывы о работах Леже. В отличие от других посетителей ротонды, Леже рано нашел ценителей. В 1912 году он уже подписал договор с торговцем картинами. Конечно, у него, как у художника, была драма, но другая, чем у Модильяни или у Сутина. Леже покупали любителей живописи, а он мечтал о фресках, о керамике, о работе вместе с архитектором, об искусстве для всех. Задолго до Эспринуво Корбезье задолго до наших Лефовцев он уже говорил об искусстве, связанном с индустриализацией. Однако, в отличие от Лефовцев, Леже признавал самостоятельное значение искусства. В 1922 году, отвечая на анкету журнала «Вещь», он писал «Плохой художник копирует вещи, пребывает в состоянии уподобления. Хороший художник изображает вещь и находится в состоянии эквивалентности. Я живописец и бессмысленно стремится передать на плоской поверхности объемные формы. Я оставил вещи. Я взял карандаш». В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится». Восхвалял машины, индустриальную архитектуру, конструктивизм. Обложку к этой книге нарисовал Леже. Когда я теперь попробовал ее перечитать, многое мне показалось смешным, если не глупым. Я в жизни петлял, а путь Леже был прямым. Его рисунок 1923 связан не только с его ранними рисунками, но и с последними работами. Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел. Леже считал, что современная эстетика связана с машиной. Он говорил, что линия теперь важнее цвета. Ему нравился индустриальный пейзаж. он не раз повторял, что искусство от Шекспира до Чаплина живет контрастами. Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью, леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а он ведь ненавидел общество, которое превращает человека в машину. еще в давние годы до Первой мировой войны леже удивлялся, зачем ты ходишь в музей. Ты, молодой поэт, смотри лучше на самолет, на спортсменов, на заводы, на акробатов цирки. Он был иступленным патриотом своего времени, и многие критики его называют наиболее современным художником середины двадцатого века. Не знаю, может быть, я постарел, может быть, напротив, вторая половина нашего века не похожа на годы, когда формировался леже, но я теперь люблю в искусстве не машины, а то неповторимое единственное живое, что отличает одно дерево от другого. Да, но я говорил не о наших днях, а об эпохе Первой мировой войны. Лежей тогда хотел строить, но своей смелостью, своим искусством он помог разрушить многое лицемерное и лживое. Но это делал спокойно, уверенно, без романтических присказок, без внутреннего раздвоения, как архитектор, которому поручили перепланировать город и снести заплесневевшие трущобы. Я рассказал, как я стал поэтом. Это произошло по необходимости. Журналистом я стал случайно, только потому, что растердился. Русские газеты во время войны приходили в Париж с опозданием, сразу по десяти номеров. Мне высылали «Утро России». Я получил как-то пачку газет, прочитал сначала о русских делах, потом увидал статью о Париже от нашего собственного корреспондента. Прочитал и рассердился. Общий дух статьи меня не удивил. Я уже знал, что правда это военная тайна, которую нужно скрывать, а фразы вроде «До победного конца», «Священный союз», «Нет больше богатых и бедных», «Тыл живет фронтом» настолько примелькались, что их перестали замечать. Рассердило меня другое. Автор статьи не знает, что военная форма теперь другая. Клеменцо в газете «Эвр» не пишет. Кафе, которое журналист красочно описывает, давно закрылось. Почему они говорят о собственном корреспонденте? Ведь это написано в Москве. Я был наивен и не знал, как делают газету. Я пошел в ротонду, попросил бумаги и начал описывать парижскую жизнь. Несколько дней подряд, вместо того, чтобы спать, я писал. Я продолжал ночью возить ручные тележки на товарной станции. Оказалось, написать статью не так просто. То и дело, я сбивался на дурную поэтичность. Выходило длинно, сентиментально, да и глуповато. Я начал вычеркивать, получилось сухо. Я написал все заново. Кажется, неделю я строчил. Наконец, мне показалось, что мой очерк не хуже тех, которые печатали в газетах, и я его отправил с вежливым письмом в Утро России. Ответа не последовало. Я решил, что собственный корреспондент — приятель редактора. Я с детства был упрямым. Я не мечтал о карьере журналиста, мне только хотелось доказать редактору Утро России, что его собственный корреспондент — выдумка, и что я умею писать не хуже сотрудника в этой газете. Значит, нужно послать статью в другую газету. Тема первого очерка мне показалась устаревшей. С большими усилиями я написал другой. Показал Максу Волошину. Он посоветовал отправить в вечернее издание биржевых ведомостей. Там пишут, если не свободнее, то, по крайней мере, живее. Название газеты показалось не обидным. Поэты вдруг биржевые ведомости. Макс стал объяснять, что ничего тут нет предосудительного. Лучший литературный журнал называется «Меркурий Франции», а Меркурий был богом краснобаев, торговцев, шарлатанов и воров. Как он ни старался, от слова «биржовка» меня подташнивало. Статью я все-таки отослал. Вскоре я получил длинущую телеграмму. Редакция сообщала, что мой очерк напечатан, просила присылать другие, и, если это возможно, выехать на фронт в качестве специального корреспондента. Гонорар выслан. Я пригласил Макса, Риверу, Моревну, Шанталь, мы чудесно поужинали в ресторане «Бати», а потом пошли к Васильевой. Я написал новые очерки, и мне показалось, что они лучше первых. Но тут пришла газета с моей статьей. Я так огорчился, что ее тотчас разорвал. Статью выправили. Кое-что выкинули, кое-что добавили. Ирония исчезла, осталась одна патока. Удивительно, как действует на человека любая обида, если она вновь. Потом он к ней привыкает. А привыкает он решительно ко всему, к нищете, к тюрьме, к войне. Но в первый раз даже незначительное унижение кажется неслыханным. Я ходил и все время думал, наверное, петроградские поэты меня презирают. Пишу стихи о канунах и печатаю в биржовке сусальные истории. Макс пытался меня утешить. Газета не сборник стихов, а военный цензор вовсе не обязан разбираться в романтической иронии. Я был в плохом виде. Ночная работа, ротонда, чтение газет, романы Достоевского и Блуа, стихи превратили меня в неврастеника. А тут еще приключилось глупейшее происшествие. У меня был грипп, я чихал, обливался потом, Лебион посоветовал выпить два или три стакана пунша, причем Рома он не пожалел. Я побежал домой за носовыми платками. Открыв шкаф, я обомлел. Чужие вещи. Проверил, может быть, я попал в другую комнату. Нет, на столе мои акварели. Я увлекался живописью и в свободное время изображал жизнь Вийона, виселицы, солдат, драконов, ротонду. Все же я решил взять носовой платок, но из него выпала сырая отбивная котлета. На меня ползла меховая горжетка. Я кинулся к хозяйке и крикнул ей, что я сошел с ума. У меня галлюцинации. Хозяйка ничуть не удивилась и сказала своему брату, он к этому времени уже научился говорить по-французски, Эмиль, беги в комиссариат, пусть сейчас же придут. Вместо того, чтобы расспросить хозяйку, почему она зовет полицию, я поднялся к себе и, не сжигая света, стал ждать конца. Меня знобило, все в голове путалось. Я знал, что сейчас за мной придут и отвезут в сумасшедший дом. Полицейские начали описывать содержимое шкафа. Я попытался спросить, что это все означает, но они только усмехнулись. Среди моих рваных рубашек оказалось дамское белье с кружевами, бальные туфли, галстуки, флаконы духов, коньяк, всяческая живность. Описывали они долго, обсуждали, какие кружева, что за мех. Потом дали мне подписать протокол и сказали, что завтра утром я должен явиться в комиссариат. Я побежал к хозяйке, но было поздно, она уже спала. Я понял, что завтра меня посадят, только не в сумасшедший дом, а в тюрьму. Хорошо сидеть за решеткой, когда у тебя нашли прокламации, но у меня нашли какие-то поганые котлеты. Все-таки я, наверное, спятил. Моди меня как-то угостил гашишем, вот и результаты. Я лежал в полузабытии, должно быть, температура подскочила. В комнате стоял трупный смрад. Я зажег свет, трупа не было. Вонь усиливалась. Я решил просидеть остаток ночи на лестнице и вдруг увидел круглый сыр камембер. Полицейские его не заметили. Он выпал из шкафа и закатился под кровать. Я открыл Настю шаг но, хотя было холодно. Значит, завтра конец. Чюрьма за воровство. А может быть, это все-таки галлюцинации? Рано рано утром ко мне пришла хозяйка и первым делом сказала, сколько раз я вас просил не оставлять ключ в двери. На том же этаже, что я, жил русский, кажется, скрипач. У него была подруга, молоденькая француженка, которую задержали в универмаге, когда она набивала товарами свою сумку. Ей удалось предупредить своего возлюбленного. Скрипач хотел поскорее освободиться от украденных раньше вещей, знал, что моя дверь всегда открыта и засунул все в мой шкаф. В комиссариате меня долго допрашивали, издевались, сказали, что я по меньшей мере соучастник. Выручила меня хозяйка гостиницы. Она заявила, что видела, как скрипач выходил из моей комнаты. Меня отпустили, я пошел в ротонду и рассказал Модильяне о происшедшем. Он улыбнулся. «Себя скоро посадят в Санте». «Ты хочешь взорвать Францию, это все знают». Неделю спустя меня вызвали в префектуру. Я начал говорить, что ни горжетка, ни котлеты не имеют ко мне никакого отношения. Чиновник меня прервал. Он не любит, когда его разыгрывают. Котлеты его не интересуют. Но вот я встречаюсь с господами, которые поддерживают Циммервальдскую конференцию. Интересно, почему корреспондент солидной русской газеты костюме и работает на товарном вокзале. Кстати, где теперь находится Альфред Кранц? Я не знал никакого Кранца и спросил, он художник? Чиновник усмехнулся, вы все художники. Я понял, что мои дела плохи. Может быть, Нострадамус и не предугадал военной авиации, но Моди настоящий Нострадамус. Он ведь говорил, что меня вскоре арестуют за подрывную деятельность. Допрос длился все утро, окончился внезапно. Чиновник вдруг посмотрел на часы и сказал, что время обедать, меня вызовут в ближайшие дни. Только позднее я узнал, почему меня допрашивали в префектуре. В биржевых ведомостях был напечатан мой очерк о дамах-благотворительницах. Я рассказал, как в церкви Мадлен они устроили крестины солдата сенегальца, который испуганно спрашивал крестную мать, а это не больно. Военные власти рассердились, узрел статьи издевательства над французской армией. Как ни старались биржевые ведомости придать моим статьям пристойный характер, чувствовалось, что я ненавижу войну. Было решено выслать меня из Франции. Хотя я был эмигрантом, об этом поставили в известность русское посольство. Советник посольства Севастопуло рассказал об инциденте военному атташе. Алексей Алексеевич Игнатьев возмутился. Он не имел обо мне никакого представления, но увидел в поведении французских властей умоление престижа России. Статья ведь пропущена русской военной цензурой и опубликована в Петрограде. Вопросы печати не входили в обязанности Игнатьева. Он вел переговоры с Понкаре с Китченером о координации военных действий о поставке России вооружения, но он добился отмены высылки. Я узнал об этом месяц или два спустя, когда решил записаться в Ассоциацию иностранной печати. Про то, как меня собирались выслать, мне рассказали корреспонденты речи Дмитриев и нового времени Павловский, тот самый, с которым встречался и переписывался Чехов. А с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым я познакомился 12 лет спустя на литературном вечере. Бывший царский дипломат граф Игнатьев стал скромным сотрудником торгпредства в Париже. Он любил народ и верил в него. Работу ему дали не по специальности. Он помогал устраивать стенды для выставочных павильонов. На него покрикивали люди, куда менее сведущие, чем он. Был он человеком обаятельным и прекрасным рассказчиком. Слушая его, Алексей Николаевич Толстой всякий раз изумлялся его таланту. Принимая гостей, Алексей Алексеевич повязывался поварским фартуком и готовил в различных котелках изумительные французские рагу. Почти полвека он прожил душа в душу с бывшей актрисой Наташей Трухановой. Этот брак в царское время считался мезальянсом и графа за него попрекали. Наталья Владимировна ненадолго его пережила. Несмотря на свое происхождение, на то, что он вырос и сформировался в прежней России, Игнатьев был настоящим демократом. Он принял революцию не потому, что она сулила сильную Россию, и уничтожала сословные и классовые перегородки. В 1945-1946 годах молодые офицеры часто просили Алексея Алексеевича рассказать им, как проводили досуг офицеры царской России. Некоторым казалось, что можно перенять не только погоны. Игнатьев в ответ рассказывал о кастовом чуванстве, о порке солдат, о грубости, пьянстве, помню, как один капитан разочарованно сказал, говорит, как агитатор. А Игнатьев говорил о том, что его волновало и в 1916-м году, и в 1946-м. Хорошо, что он написал книгу воспоминаний, история изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой. Больше в префектуру меня не вызывали. Дмитриев направил меня в дом прессы, там помещалась военная цензура, там же иностранных корреспондентов снабжали документацией и устраивали поездки на фронт. В доме прессы работал человек, который сразу привлек мое внимание, Милош. У него было северное лицо, легкий иностранный акцент, он родился в Литве, написал стихи по-французски. Мне говорил о нем Макс Жакоб. Милош стал известен только после своей смерти, умер он в 1939 году и несколько лет спустя впервые были изданы все его произведения. Иногда я разговаривал с Милошем не о газетных делах, а о поэзии, о будущем. Он глядел на меня бледными, как будто выцветшими глазами и тихо спокойно говорил, что, вероятно, скоро изобретут машины, которые будут писать стихи. И тогда какой-нибудь гениальный мальчик в коротких штанишках повесится на галстуке своего отца от сознания, что не сможет никогда никого тронуть словом. Мне странно было это слышать от человека, который должен был меня наставлять. Милош мог бы спокойно перебраться из дома прессы в ротонду. После многократных заявлений французы повезли меня на фронт с группой журналистов. Для нас выбрали самый спокойный участок, провели быстро по окопам, показали артиллерию. Потом мы поехали на командный пункт, где генерал Гуро угостил нас обедом. Все это походило на туристическое турне. Впоследствии я не раз ездил на фронт, и эти поездки не напоминали первым. Шли жестокие бои на Сомме, где находились английские войска. Я начал хлопотать о пропуске. Англичане не спешили с ответом. Наконец меня вызвали в английскую военную миссию и дали подписать длинное заявление, в котором говорилось, что я обещаю не печатать ничего, не ознакомив предварительно с текстом английскую цензуру, что в случае, если меня убьют, мои наследники не будут предъявлять никаких претензий правительства и его величества, что я буду подчиняться английским законам, а в случае их нарушения подлежу компетенции английского суда. Мне выдали английскую форму и отвезли в окрестности Аньена. Там, в комфортабельном доме, недалеко от главной ставки, жили военные корреспонденты, англичане, французы, итальянец, борзини, считавшийся крупным журналистам. По вечерам все пили виски, англичане рассказывали наивные анекдоты или показывали фокусы. Никто нами не занимался. Мы могли на попутных машинах добираться до переднего края. Я увидел войну. Читая в Париже газеты, я все же не мог себе представить, что фронт это грандиозная машина, планомерно истребляющая людей. Подвиги, добродетели, страдания мало что решали. Смерть была механической. В Кале я увидел, как деловито подготавляет эту смерть. 2300 автомобильных частей. Цифры, повсюду цифры. Часть 617 для танка крупного калибра. Рули 1301 для мотоциклеток. Выгружали баранов из Австралии. Муку из Канады, чай из Сейлона. Выгружали также очередную партию солдат. Они растерянно оглядывались. Огромная пекарня пекла в сутки 200 тысяч хлебов. Солдаты жевали хлеб, война пожирала солдат. На переднем крае не было ничего, ни развалин, ни деревьев, хотя бы обломанных. Голая бурая земля, ровные ряды проволочных заграждений, в окопах копошились люди. По прифронтовым дорогам двигались большие грузовики. Я их увидел впервые. На них везли в окопы солдат, снаряды, мясные туши. На встречных грузовиках лежали раненые, регулировщики помахивали флажками. Я рассказываю об этом, потому что теперь многие думают, что Первая мировая война еще была романтичной. Вот как я описывал в 1916 году первый танк, который я увидел. В нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то существовали исполинские насекомые, танк похож на них. Для маскировки он пестро расписан, его бока напоминают картины футуристов. Он ползет медленно, как гусеница. Его не могут остановить ни окопы, ни кусты, ни проволочные заграждения. Он шевелит усами. Это орудия, пулеметы. В нем сочетание архаического с ультраамериканским. Ноэво ковчега с автобусом 21 века. Внутри люди 12 пигмеев, они наивно думают, что они властители танка. С тех пор не прошло полувека, а танки мне кажутся изобретенными чуть ли не одновременно с порохом. У дипломатов, беседующих о разоружении, имеется термин классическое вооружение, в отличие от ядерного. И танки, разумеется, стали классиками. Война оказалась куда страшнее, чем я думал. Все было налажено, вычислено. Конечно, в окопах сидели люди, они шли в атаку, умирали, корчились на койках лазарета, агонизировали перед проволочными заграждениями. Эти люди, по большей части, хорошие, искренне верили, что защищают родину, свободу, человеческие ценности. Но они были крохотными деталями гигантской машины. Вскоре научились останавливать танки, а война медленно двигалась, шевеля усами, орудиями, пулеметами. И никто не знал, как ее остановить. Я понял, что я не только родился в девятнадцатом веке, но что в тысяча девятьсот шестнадцатом году я живу, думаю, чувствую, как человек далекого прошлого. Я понял также, что идет новый век, и что шутить он не будет. Я вернулся в Париж. Вначале мне показалось, что я счастлив. После фронта бульвар Мон Парнас с террасами кафе, с зелеными платанами, с беспечными девушками напоминал рай. Я сел за столик, художники, поэты. Они говорили о том, что Дягилев заказал декорации Пикассо, о новой книге Поля Клоделя, еще о чем-то. И вдруг мне стало скучно. Это не жизнь, а скверная подделка. Настоящая жизнь осталась там, откуда я приехал. Она шарахается от залпа батарей, путается в проклятой проволоке, взрывается в землю. И все-таки это жизнь. Я попробовал разобраться в своих чувствах, понять себя. Неужели и я хлебнул того спирта, который многим ударил в голову? Как будто нет. Война мне казалась преступлением. В то же время я жил войной. Все это было запутанно и непонятно. Я бросил думать. Мною овладело отчаяние. Я вдруг начинал придумывать Бога. Не церковного, а какого-то своего, то свирепого, то юродивого. Я писал стихи о том, что в письме к Брюсову называл свинством. Теперь, когда я думаю о моем прошлом, годы 1914-1919 мне кажутся самыми трудными. Я хотел той общей идеи, о которой писал Чехов, а у меня не было даже ясной мысли, как прожить завтрашний день. Потом я выбрался, если не на дорогу, то хотя бы на опушку леса, да и стал менее чувствительным. С годами человек обрастает броней. Не случайно многие в ранней молодости пишут стихи и помышляют о самоубийстве. Художница Шанталь пыталась мне помочь. Она была дочерью рабочего, училась в педагогическом институте и увлекалась живописью. Она тоже не знала, как жить, но она крепко стояла на земле. Когда она видела, что у меня опускаются руки, она говорила о запахе смородиновых о холсте натянутом на подрамник, о том, что на дворе весна, что мы оба молоды. Я отвечал «Да», потом шел к себе и писал стихи о свето-представлении. Летом Катя позвала меня отдохнуть на юг Франции, в Эс, где она жила со своим мужем Сорокиным и моей дочкой Ириной. Тихон Иванович вернулся с фронта инвалидом. Он читал Владимира Соловьева и был Я старался быть полезным хотя бы в хозяйстве, научился варить макароны. Как-то Катя уехала в Ниццу и попросила меня уложить девочку. Ирине тогда было четыре года. Когда я начал расстегивать ее платьице, она строго сказала «Не так. Ты ничего не умеешь делать». Это было правдой. Я действительно ничего не умел делать. Ни работать, ни писать стихи, ни даже отдыхать. Я вернулся в Париж еще более расстроенным. Макс Волошин меня познакомил с Савенковым. Никогда до Толи я не встречал такого непонятного и страшного человека. В его лица удивляли монгольские скулы и глаза, то печальные, то чрезвычайно жесткие. Он их часто закрывал, а веки у него были тяжелыми, виявыми. Он стал приходить в ротонду, пил виноградную водку, мар. Одет был, в отличие от других ротондовцев, корректно выглядел средним французским буржуа, не снимал с головы котелка. Помню стихи, которые он часто повторял. Кто-то серый в котелке, сукин сынет в уголке. Борис Викторович был хорошим рассказчиком. Слушая его в первый раз, можно было подумать, что он остался боевиком-террористом. Завтра вырядится извозчиком и начнет выслеживать царского сановника. На самом деле, Савенков ни во что больше не верил. Как-то он сказал мне, что его сломило дело Азефа. До последней минуты он принимал провокатора за героя. СССР были встревожены разоблачениями Бурцева, настаивали на проверке. Савенков возмущался. Он не позволит чернить благороднейшего человека. Наконец устроили собрание. Азеф, увидав, что дела его плохи, заявил, дома у него документы, опровергающие клевету, через час он их доставит. Все запротестовали, нельзя его выпустить. Но Савенков настоял, чтобы одному из старейших членов боевой организации предоставили возможность доказать свою невиновность. Азеф ушел и, разумеется, не вернулся. Савенков махнул на все рукой и начал писать посредственные романы, показывающие душевную пустоту террориста, разуверившегося в своем деле. Меня всегда поражало, что Борис Викторович считал себя прежде всего боевиком, то есть террористом, а уж потом революционером. В годы войны он стал военным корреспондентом газеты «День», писал о необходимости обороны, восхвалял Гюстава Р.В. Все это было ему самому неинтересно. Он оставался безработным террористом. У меня был диковинный разговор с левым эссером террористом Блюмкиным, который убил графа Мирбаха. В начале 1921 года он стоял за советскую власть. Савенков тогда находился в Париже и поддерживал интервенцию. Узнав, что я еду в Париж, Блюмкин меня спросил, увижу ли я Савенкова. Я ответил отрицательно. Наши пути разошлись. Блюмкин сказал, может быть, вы его все-таки случайно встретите? Спросите, как он смотрит на уход с акта. Я не понял. Блюмкин объяснил, его интересует должен ли террорист, убивший политического врага, попытаться скрыться или предпочтительнее заплатить за убийство своей кровью. Бесспорно, встретив Савенкова, он его убил бы как врага. Вместе с тем, он его уважал как террориста с большим стажем. Для таких людей террор был не оружием политической борьбы, а миром, в котором они жили. Савенков рассказывал, как в Севастопольской крепости он ждал казни. Прошлое было освещено мертвым светом разуверения. Он говорил, что смерть дело будничное, неинтересное, как жизнь. Его спас часовой отдал смертнику свою шинель, а сам остался в камере. Савенков вышел из крепости в военной форме, никто его не окликнул. Солдата повесили. Борис Викторович женился на его сестре. Он любил маленького сына Леву и, говоря о нем, на минуту оживал. Еще он прояснялся, припоминая очень далекое прошлое, детство, природу, ссылку, где он был в ранней молодости вместе с Луначарским и писателем Ремезовым. Во время гражданской войны в Испании я познакомился с сыном Савенкова, Левой. Во Франции он работал шофером грузовика, писал стихи по-русски, рассказы из рабочего быта по-французски. Один из его рассказов Арагон напечатал в журнале Комуна. Лева приехал в Испанию, чтобы сражаться в интербригаде. Люди узнали, что он сын того самого Савенкова и, веря, что яблоко падает недалеко от яблони, начали засылать его в тыл франкистов. В отличие от отца, Лева был мягким, общительным. Боевые задания он выполнял мужественно, получил тяжелое ранение и заболел туберкулезом. Вернувшись во Францию, он очень бедствовал. Когда началась война, ушел в партизаны, работал с русскими убежавшими из лагерей. Я его встретил в Париже в 1946 году. Он мечтал уехать в Советский Союз. О его дальнейшей судьбе я не знаю. Статьи о битве на Сомме или в Вердене Борис Викторович подписывал, как и романы, псевдонимом В. Робшин. В романах он рассказал, что больше не верит в самопожертвование, в подвиг. В военных корреспонденциях, напротив, говорил о величии солдатского подвига, о том, что война возродила людей. Однажды я спросил его, верит ли он в то, что пишет. Он усмехнулся, сказал, что я еще очень молод. Я вышел из себя, но тогда нужно выть, как собака. Он опустил свои чугунные веки. Нет, выть не нужно. Можно написать еще одну статью. Вы уже умеете это делать. Можно выпить рюмочку, мара, две, только не больше. Савенков часто подсаживался к столику, за которым сидела Моревна. Так все называли художницу Воробьеву Стебельскую. Она выросла на Кавказе, попала в ротонду девчонкой, выглядела экзотично, но была наивной, требовала правды, прямоты, честности. Она нравилась Савенкову, но Моревна была с ним очень строга, называла его старым циником. А для меня Борис Викторович был частицей военного пейзажа. Он напоминал узкую полоску ничьей земли, на которой нет и травинки, а среди проволоки виднеются поломанные винтовки, каски и останки солдат, недополших до вражеского окопа. Я откидывал газету. Зачем читать, если все врут? В Ротонде обсуждали последние новости. У Дебуа отняли ногу, Марго собирает деньги на протез, Люси сошла с ума, ее нашли ночью голой на паровозе. Жизнь продолжалась. Вот и Модильяний. Сейчас он скажет, что все это давным-давно описано в книге Нострадамуса. Я сидел в холодной мастерской Диего Риверы. Мы говорили о том, как ловко теперь маскируют и броню танков, и цели войны. Вдруг Диего закрыл глаза, казалось, он спит. На минуту спустя он встал и начал говорить о каком-то ненавистном ему пауке. Он повторял, что сейчас найдет паука и раздавит. Он пошел прямо на меня. Я понял, что паук это я и убежал в другой угол мастерской. Диего остановился, повернулся, снова пошел на меня. Я видел и до этого Диего в припадках сомнамбулизма. Он всегда с кем-то сражался, но на этот раз он хотел уничтожить меня. Будить его было бесчеловечно. У него начиналась после этого невыносимая головная боль. Я кружился по мастерской не как паук, а как муха. Он находил меня, хотя его глаза были закрыты. Я еле выбрался на лестницу. У Диего была желтая кожа. Иногда он засучивал рукав рубашки и предлагал одному из приятелей кончиком спички что-либо написать на его руке или нарисовать. Тотчас буквы линии становились рельефными. В ботаническом саду Калькутты я видел тропическое дерево. На его листьях можно тоже писать кончиком спички и написанной постепенно выступает. Диего говорил мне, что сомномбулизм, желтая кожа, рельефные буквы все это последствия тропической лихорадки, которой он болел в Мексике. Я рассказываю об этом потому, что думаю о жизни и об искусстве Диего Риверы. Он часто шел на врагов с закрытыми глазами. Диего любил рассказывать о Мексике. о своем детстве. Он прожил в Париже 10 лет, стал одним из представителей парижской школы, дружил с Пикассо с Модильяне с французами. Но всегда перед его глазами были рыжие горы, покрытые колючими кактусами, крестьяне в широких соломенных шляпах, золотые призки Гуанна Хуато, непрерывные революции, Мадера свергает Диаса, Уэрта свергает Мадера, партизаны Сапатой Вильи свергает Уарту. Слушая Диего, я начинал любить загадочную Мексику. Древняя скульптура ацтеков как бы сливалась с партизанами Сапатой. Хулио Хуринито, мексиканец. Когда я писал мой роман, я вспомнил рассказы Диего. Мне привелось читать, что Хуринито портрет Риверы. Сбивает некоторые черты биографии, и мой герой и Диего родились в Гуанахуато. Хуринито в раннем детстве отпилил голову живому котенку, желая понять отличие смерти от жизни. А Диего, когда ему было шесть лет, распотрошил живую крысу, хотел проверить, как рождаются дети. Много других деталей детства Хуринито навеяно рассказами Риверы. Но, конечно, Диего не похож на моего героя. Хуринито думал больше, чем чувствовал. Он брал ненавистную ему догму общества и доводил ее до абсурда, чтобы показать, как она порочна. Диего был человеком чувств. Если он иногда доводил до абсурда дорогие ему самому принципы, то только потому, что мотор был силен, а тормозов не было. Я познакомился с Диего в начале 1913 года. Он тогда начинал писать кубистические натюрморты. На стенах его мастерской висели холсты предшествующих лет. Можно было различить вехи Греко, Сезанн. Были видны и большой талант, и некоторая присущая ему чрезмерность. В Париже в начале нашего века был моден испанский художник Зулуага. Он стал известен картинами, показывавшими гитан, ториадоров, словом, всем тем, что испанцы называют испанщиной, стилизацией фольклора. Диего на короткий период увлекся Зулуагой. Историки искусств даже определяют некоторые холсты Риверы периодом Зулуаги. К 1913 году он успел с Зулуагой распрощаться. Незадолго до того он женился на художнице Ангелине Петровне Беловой, петербурженке с голубыми глазами, светлыми волосами, по-северному сдержанной. Она мне напоминала куда больше девушек, которых я встречал в Москве на явках, чем посетительниц ротонды. Ангелина обладала сильной волей и хорошим характером. Это ей помогало с терпением воистину ангельским переносить приступы гнева и веселья буйного Диего. Он говорил, ее правильно окрестили. К кубизму различные художники пришли разными путями. Для Пикасто он был не костюмом, а кожей, даже телом, не живописной манерой, а зрением и мировоззрением. Начиная с 1910 года, по наше время, кажется, не было года, чтобы Пикасто наряду с другими работами не написал нескольких холстов, которые являются продолжением его кубистического периода. Манера устаревает, но свою природу художники изменить не в силах. Для Леже кубизм был связан с любовью к современной архитектуре, к городу, к труду, к машине. Брак говорил, что кубизм позволил ему полнее всего выразить себя в живописи. Диего Ривери в 1913 году было 26 лет, но мне кажется, что он еще не видел своего пути, ведь за год до кубизма он мог восхищаться Зулуагой, а рядом был Пабло Пикассо. Диего как-то сказал, Пикассо может не только из черта сделать праведника, он может заставить Господа Бога пойти истопником в ад. Никогда Пикассо не проповедовал кубизма, он вообще не любит художественных теорий и приходит в уныние, когда ему подражают. Он и Риверу ни в чем не убеждал, он только показывал ему свои работы. Пикассо написал натюрморт с бутылкой испанской анисовой настойки, и вскоре я увидел такую же бутылку у Диего. Конечно, Ривера не понимал, что подражает Пикассо, а много лет спустя, осознав это, начал поносить ротонду, сводил счеты со своим прошлым. Кубизм его многому научил, его работы парижского времени мне и теперь кажутся прекрасными. Он иногда писал портреты, написал портрет испанского писателя Рамона Гомеса де ля Серна, передал пестроту и эксцентричность модели. Рамон выступил в Париже с докладом о современном искусстве, стоя на спине циркового слона. Писал Диего Макса Волошина, скульптора Инденбаума, архитектора Осеведо. Портрет Макса Волошина передавал сочетание семипудового человека с легкостью, несерьезностью порхающей птички. Голубые и оранжевые тона, розовая маска эстетой журнала Аполлон и вполне натуралистический завиток курчавой бороды фауна. Позировал Риверри и я. Он сказал, чтобы я читал или писал, но попросил сидеть в шляпе. Портрет кубистический и все же с большим сходством. Его купил американский дипломат. Риверри потом не знал о дальнейшей судьбе этого холста. У меня сохранилась литография портрета. В 1916 году Диего сделал иллюстрации для двух моих книжонок. Одну напечатывал все тот же неунывавший Рераховский, другая была оттиснута литографским способом. Я писал, а Ривера рисовал. Больше всего Диего увлекали натюрморты. Ривера был первым американцем, которого я узнал. С Пабло Нерудой я познакомился много позднее, в годы Испанской войны. Есть между ними нечто общее. Оба выросли на искусстве старой Европы, оба потом захотели создать свое национальное искусство и внесли в него некоторые черты нового света. Силу, яркость, пренебрежение, чувство, меры. В Америке обыкновенный дождь напоминает потоп. Диего вместе с Ароско создал мексиканскую школу живописи. Во фресках Риверы сказались особенности и его характера, и характера Америки. Стихийность, техническое многообразие, наивность. Мы подружились. Мы были крайним флангом ротонды. Знали, что помимо старого, печального и рассудительного Парижа имеются другие миры, да и другие пропорции явлений. Диего мне рассказывал про Мексику, я ему про Россию. Хотя он говорил, что перед войной прочитал Маркса, восхищался он приверженцами Сапаты. Его увлекал ребячливый анархизм мексиканских пастухов. А в моей голове тогда все путалось. Большевистские собрания и Митя Карамазов в мокром, романы Леона Блуа, этого запоздавшего Савонаролы и распотрошенные скрипки Пикассо, ненависть к налаженному буржуазному быту Франции и любовь к французскому характеру, вера в особую миссию России и жажда катастрофы. Мы с Диего друг друга хорошо понимали. Вся ротонда была миром изгоев, но мы, кажется, были изгоями среди изгоев. Ривера часто встречался с Савенковым. От цинизма он был застрахован своей природой, любовью к жизни, а его увлекали рассказы о том, как этот корректный человек в котелке охотился на великого князя, на министров. Помню один вечер в самом начале 1917 года. Ривера сидел в ротонде с Савенковым и Максом. Я с Модельяней натурщицей Марго. За соседними столиками Лапинский или же о чем-то оживленно беседовали. Когда в 10 часов ротонду закрыли, Моди убедил нас пойти к нему. Я почему-то хорошо запомнил длинный бессвязный разговор о войне, о будущем, об искусстве. Постараюсь его резюмировать. Может быть, отдельные фразы были сказаны и не тогда, но я правильно изложу мысли каждого. Леже. Война скоро кончится. Солдаты не хотят больше воевать. Немцы тоже поймут, что это бессмысленно. Немцы всегда соображают медленнее, но они обязательно поймут. Нужно будет отстаивать разрушенные области, страны. Я думаю, что политиков прогонят. Они обанкротились. На их место посадят инженеров, техников, может быть, и рабочих. Конечно, Ренуар хороший живописец, но трудно себе представить, что он живет в наше время. Танки и Ренуар. Что должно вдохновлять? Наука, техника, работа? и еще спорт. Волошин. По-моему, человеку этого мало. Может ли Европа превратиться в Америку? Война разворотила не только Пикардию, но и нутро человека. Гоббс называл государство Левиафаном. Люди могут стать автоматическими тиграми. У них есть опыт, и они приобрели вкус. Я предпочитаю холсты лежа машинам. Быть рабом неодухотворенных существ меня не соблазняет. Модильяне, вы все чертовски наивны. Вы думаете, кто-то вам скажет, миленькие, выбирайте? Меня это смешит. Теперь выбирают только самострелы, но их за это расстреливают. А когда война кончится, всех посадят в тюрьму. Но Страдамус не ошибался. Всех облачат в костюмы каторжников. Самое большее академикам предоставят право носить штаны не в полоску, а в клетку. Леже. Нет, люди изменились. Они просыпаются. Лапинский. Это правда. Конечно, капитализм ничего больше не может создать, он теперь только разрушает. Но сознание растет. Может быть, мы накануне развязки? Никто не знает, где это начнется. в Париже, в окопах или в Петербурге. Савенков сознание миф. В Германии было очень много социалистов, а когда скомандовали аэнцвайх, они зашагали. Самые поганые впереди. Лапинский. Нет, самые скверные позади. Социалисты могут, модельяне. А вы знаете, на кого похожи социалисты? На пляшивых попугаев. Я это сказал моему брату. Пожалуйста, не обижайте, социалисты все-таки лучше других. Но вы ничего не понимаете. Тама, министр, какая разница между Муссолини и Кадорна? Ерунда. Сутин написал замечательный портрет. Это Рембрандт, можете верить или не верить. Но его тоже посадят за решетку. Слушай, это Клиже, ты хочешь организовать мир. А мир нельзя измерить линейкой. Есть люди, Леже, хорошие художники были и прежде. Нужен новый подход. Искусство выживет, если оно разгадает язык современности. Ревера, искусство в Париже никому не нужно. Умирает Париж, умирает искусство. Крестьяне сапаты не видали никаких машин, но они в оста раз современнее, чем Пуанкаре. Я убежден, что если им показать нашу живопись, они поймут, кто построил готические соборы или храмы ацтеков. Все и для всех. Илья, ты письмист, потому что ты чересчур цивилизован. Искусству необходимо хлебнуть глоток варварства. Негритянская скульптура спасла Пикассо. Скоро вы все поедете в Конго или в Перу. Нужна школа дикости. Я дикости хватит и здесь. Мне не нравится экзотика. Кто поедет в Конго? Цеклина, может быть, Макс? Он напишет еще один венок, Санетов. Я ненавижу машины. Нужна доброта. Когда я вижу рекламы мыла Кадум, я знаю, что младенец в мыльной пене чистый добр. Ужасно, что Гинденбург или Пуанкаре тоже были детьми. Ривера, ты европеец? В этом твое несчастье. Европа издыхает. Придут американцы, азиаты, африканцы, савенков. Американцы скоро объявят войну и высадятся. О каких азиатах вы говорите? О японцах? Ривера хотя бы. Диего вдруг закрыл глаза. Только Модильяне и я знали, что сейчас произойдет. Лапинский спокойно разговаривал с Леже. Макс, не замечая, что происходит с Риверой, рассказывал ему о видениях Юлии Круденер. Моди и я пробрались поближе к двери. Диего встал и крикнул «Здравствуйте, господа могильщики, вы, кажется, пришли за мной. Не тут-то было. Хоронить буду я». Он направился к Волошину и приподнял его. Это было невероятно. Макс весил не меньше ста килограммов. Ривера зловеще повторял «Сейчас головой в дверь я вас похороню по первому разряду». В 1917 году Ривера неожиданно увлекся Моревной, с которой был давно знаком. Характеры у них были сходные, вспыльчивые, ребячливые, чувствительные. Два года спустя у Моревны родилась дочь Марика. Недавно я встретил в Лондоне Моревну, она рисует, лепит, пишет мемуары. Марика очень похожа на Диего. Она актриса, внешность у нее мексиканская, родной язык французский, была замужем за англичанином и любит говорить, что она наполовину русская. Приехав в Париж весной 1921 года, я, конечно, сразу разыскал Риверу. Он жил все в той же мастерской. Перед этим он побывал в Италии, восхищался фресками Джотто и Учелло, рисовал. Это были первые наброски его нового периода. Он был увлечен Октябрьской революцией, рассказами о пройд-культе, собирался к себе на родину. Вскоре он начал покрывать стены правительственных зданий Мехико грандиозными фресками. Я читал о нем, видел иногда репродукции его фресок, но с ним не встречался. В 1928 году он приехал в Москву. Мы с ним не виделись, я тогда был в Париже. Как-то пришла ко мне одна из его бывших жен, красивая мексиканка Гваделупа-Марин. Она разыскивала в Париже ранние работы Диего. Ривера стал знаменит, о нем писали монографии. Его пригласили в Соединенные Штаты. Он написал портрет одного из автомобильных королей Эс-Даля-Форда. Рокфеллер заказал ему фрески. Ривера изобразил сцены социальной борьбы Ленина. После долгих переговоров фрески были уничтожены. В 1951 году в Стокгольме я пошел на большую выставку мексиканского искусства. Древняя скульптура меня потрясла. Она напоминала древнюю скульптуру Индии, Китая. Поражали пути цивилизации. От архаики, от монументальности ацтеки сразу перешли к вычурному барокко. Потом я поднялся на второй этаж и увидел работы Риверы. Станковые полотна показывали живописную силу. Были репродукции стенной живописи. Я ее не почувствовал, наверное, не понял. Порталы готических соборов представляют каменную энциклопедию эпохи, но люди тогда не умели читать. Фрески Риверы это множество рассказов то об истории мексиканской революции, то о прививках противоспы, то об экономике нового света. Он не забыл итальянских уроков. Его мексиканки наклоняются, танцуют и спят, как флорентийские дамы 15 века. Он хотел соединить национальные традиции с современной живописью, как это пытались делать многие индийские или японские живописцы. Я понял вдруг его упреки, обращенные к советским художникам, почему они пренебрегают народным искусством лаковыми коробочками. Вероятно, будь он русским, он попытался бы соединить раннего Риверу с Палихом. Впрочем, я начинаю говорить о моих художественных вкусах, а это не к месту. Лучше сказать, что Ривера попытался разрешить одну из труднейших задач нашей эпохи создать стену и живопись. Через всю жизнь он пронес верность народу. Много раз ссорился и мирился с мексиканскими коммунистами, но с 1917 года и до смерти считал Ленина своим учителем. Он приезжал в Вену на конгресс сторонников мира. Это было в 1952 году. Я сказал ему, что на мексиканской выставке мне понравились работы художника тома ее. Диего растердился, обвинил меня в формализме. Вместо встречи друзей после 30-летней разлуки вышел скучный диспут о станковой и стенной живописи. Потом он приезжал в Москву лечиться, пришел ко мне. Мы провели вечер в воспоминаниях. Так разговаривают люди, когда чемоданы упакованы и полагается присесть перед длинной дорогой. Все, что в нем было детского, прямого, сердечного, что меня когда-то трогало, стало в этот последний вечер. Больше мы не видались. Он был из тех людей, которые не входят в комнату, а как-то сразу ее заполняют. Эпоха теснила многих, а он не уступал. И тут подтесниться пришлось эпохе. Я посылал в биржовку письма преисполненные негодования. Почему мои фронтовые очерки появляются в исковерканном виде? Письма не помогали. Я продолжал писать очерки и постепенно привык к тому, что мои статьи приглаживают, а иногда даже приписывают мне чужие мысли. Шел третий год войны, и все ко всему привыкли. Это было самым страшным. В маленьком городке Пикардии Альбере в полуразрушенном доме жила кабачица с четырьмя детьми. Она больше не обращала внимания на снаряды, жаловалась, что подорожало вино 160 франков гектолитр. Она бойко торговала, солдаты пили подорожавшее вино. Ее детям казалось, что люди всегда жили под обстрелом. Возле английской батареи была мельница. Конечно, она не работала, но старик мельник остался в своем домике. Немцы били по батарее, а старик думал об одном. Боялся, что солдаты растащат мешки из-под муки или их испачкают. В погребах Реймса шла будничная жизнь. В одном погребе печаталась газета «Восточный вестник», в другом была школа, в третьем парикмахерская. В маленьких французских городках до войны имелся обязательно служащий мэрии, который обходил улицы с барабаном и выкрикивал «У такого-то сбежала собака, такой-то потерял портфель». Радиоприемников еще не было, и о мобилизации французы узнали от этих героидов. В компьене я видел старика с барабаном, ложили снаряды, а он хрипло выкрикивал, что одна дама потеряла брошку, нашедшему будет дано вознаграждение. В окопах шла окаянная и все же будничная жизнь. Ждали почты, давили в шеи, ругали офицеров, рассказывали похабные анекдоты, потом умирали. Английские солдаты каждый день обязательно брились. Смерть смертью, но нельзя не побриться. Гиома Полинер был влюблен. Писал Лю Луиза де Колиньи Шамейон письма, писал для нее стихи. Светская дама Лю от него отвернулась. Он жил войной. Есть тысячи елок, сломанных снарядами. Есть солдаты, которые ночью пилят доски на гробы. Есть кладбище в пяти километрах отсюда, уставленное сплошь крестами. В окоп принесли почту. Гиома Полинер раскрыл очередной номер журнала Меркурий Франции, где была напечатана его статья. И в эту минуту осколок снаряда тяжело ранил его в голову. Возле Ланса я как-то спросил французского солдата, который копошился подле чудом уцелевшего домика, можно ли пройти дальше, обстреливают ли немцы дорогу. Он отвечал, что не знает, он ведь не на фронте, он приехал на шесть дней к жене, которая осталась в этом домике. В одной деревне Зуавы разыскали женщину, которая была далеко за сорок. Они восторженно кричали, у домика выстроился хвост. Военное командование открыло публичные дома для солдат. В лагере Мальи были французские дни, бельгийские. Зима была невиданно суровой, замерзла сена, не было угля, люди мерзли. Правительство твердило об экономии, решили два дня в неделю обходиться без пирожных, в дорогих ресторанах можно было получить закуски, суп, рыбу, а после этого только одно мясное блюдо или бифштекс, или утку. Ничего не поделаешь, третий год войны. Дамские портные, как всегда, диктовали новые моды, короткие юбки, маленькие шляпы, похожие на солдатские костюмы голубоватого защитного цвета. В газетах печатались рекламы духов, снотворных препаратов, протезов для инвалидов. Газеты писали, что аскетизм не к лицу французам. Он признак слабости, а Франция уверена в победе. Кинотеатры были переполнены. Каждую неделю показывали новую серию «Тайн Нью-Йорка». Однажды с Диего Риверой я увидел в маленьком кинотеатре незнакомого мне актера. Он бил посуду и мазал краской элегантных дам. Вместе с другими мы гоготали. Но когда мы вышли из зала, я сказал Диего, что мне страшно. Этот маленький смешной человечек в котелке показывает всю нелепость жизни. Диего ответил «Да, это трагик». Мы сказали Пикассо, чтобы он обязательно посмотрел фильм «Шарло». Так тогда называли никому неизвестного Чарли Чаплина. В Ротонзе художники продолжали толковать о кубизме. В штабе армии угрюмый капитан сидел над ворохом фотографий. Впервые я увидел землю, снятую с воздуха. Это чрезвычайно напоминало рисунки Метценже или Глеза. В 1948 году Пикассо прилетел во Вроцлав и, смеясь, сказал мне «Мир сверху похож на некоторые мои холсты». На английском фронте в бараках объединения молодых христиан выдавали бутерброды. По воскресеньям утром там бывало богослужение, вечером кино. На стенах висели назидательные плакаты о любви к Богу, о преимуществах трезвости, о том, что нужно остерегаться венерических заболеваний. Все стали суеверными. Мало кто решался закурить третьим от одной спички. Дамы патронессы не теряли времени. Сучали солдатам, уезжающим на передовые позиции, ладонки с изображением лурдской богоматери. Ладонки охотно брали, кто знает. Один сенегалец подарил мне талисман, сказал, что он лучше всяких ладонок. Это были зубы, не зная немца или француза. Унтер-офицеры наказывали сенегальцев впрок для страстки. Черных посылали на верную смерть. Сенегальцы кашляли, болели, не понимали, где они и почему их убивают. Угрюмо молчали жители Индокитая, маленькие загадочные люди, которых привезли на военные заводы. В те годы кровью выписывался счет, который много спустя был предъявлен к оплачу. 1916 год был, кажется, самым кровопролитным. Сомма Верден. На каждом шагу в Париже можно было увидеть заплаканных женщин. Солдаты стояли насмерть. Накануне Второй мировой войны я прочитал дневники по Анкаре. Вот записи, относящиеся к тем дням, когда шла битва за Верден. Клемонсо, считая, видимо, что отныне министерский кризис стал маловероятным, обрушивается теперь на меня. Буржуа находит, что Бриан слишком склонил весы в пользу противников Жофра. Но Ланс был агрессивен и сыграл на руку радикалам против Тома. Бриан в своей реплике щадил Клемонсо. Иностранные корреспонденты жаждали сенсации. Старались завести знакомство с деньщиком Галлиэни, с шофером Жофра, с горничной Бриана. В свободное время они волочились за француженками, пытались их подкупить американскими конфетами. Все ругали цензуру. Борзини сиял, ему удалось присутствовать при расстреле шпиона. Он говорил с раздражением и с восхищением. Этот мерзавец был удивительно спокоен. В Париже я ходил в дом прессы. Милош рассеянно объяснял мне, что наступление приостановилось из-за дурной погоды. Он думал, наверное, о том, что человек обречен. В том же доме прессы мне давали бюллетени. Речь шла неизменно о возрастающих ресурсах. Людей становилось меньше, пушек и самолетов больше. Начались массированные танковые атаки. Депутат социалист Брак рассказал мне, что парламентская комиссия рассматривает скандальное дело, связанное с поставками вооружения. Никогда люди не богатели так быстро, как в те дни. Война была большим предприятием. Я начал тогда думать о Хулио Хоренито. Хорошо бы рассказать о грандиозном хозяйстве, занятом истреблением людей. В романе я его назвал хозяйством мистера Куля. В моей книге Хулио Хоренито изобретает средство, с помощью которого можно истреблять людей оптом. Я бестолково описал само изобретение, признавшись, что по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил. Хоренито предложил мистеру Кулю использовать оружие массового уничтожения, но тот ответил, я прошу вас, дорогой друг, до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить, ведь если так просто и легко можно убивать людей, война через две недели закончится, и все мое сложное хозяйство погибнет, а моя родина только еще собирается воевать. Дальше я писал, что мистер Куль объяснил мне, немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хоренито лучше оставить впрок для японцев. Японцы меня часто спрашивают, почему в 1921 году, когда Япония была союзницей Америки, я написал, что новое смертоносное оружие американцы испробуют на японцах. Я не знаю, что им ответить. Почему в 1919 году, задолго до открытия Резерфорда Жиле Кюри Ферми, Андрей Белый писал, мир рвался в опытах Кюри атомной, лопнувшей бомбой на электронные струи, невоплощенной гекатомбой. Может быть, такие обмолвки связаны с природой писателя? Я говорил, что Первая мировая война была черновиком. Но этот черновик никто не назовет детским лепетом. Шли газовые атаки, одной из жертв был в леже. Инвалидов с лицами изуродованными огнеметами не выпускали из госпиталей, они слишком пугали встречных. Вот моя запись, относящаяся к 1916 году. В Пикарде немцы отошли на 40-50 километров. Повсюду видишь одно, сожжены города, деревни, даже одинокие домики. Это небесчинство солдат. Оказывается, был приказ, и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это пустыня. Города Бопом, Шони, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами, повсюду фруктовые сады вырублены. В поселке Шон я сначала обрадовался, груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что все они подпилены. Их было свыше двухсот. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах. Время выдает только одна деталь. Саперы на велосипедах. Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденным нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони. Листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шоне. Это не новелла писателя, не статья о природе германского милитаризма. Это только два дня одной жизни. В начале войны немецкие солдаты сожгли занятый ими на короткий срок городок Жербавилле около Нанси. Когда я приехал туда, жители ютились в бараках и землянках. Они рассказывали, из 500 домов осталось 20, 100 человек расстреляли. Почему? Этого никто не знал. Почему в Сен-Лисе или в Амьене солдаты, войдя в город, начали убивать жителей? Я видел в 1916 году немецкие объявления о казни заложников. Такие объявления снова появились на стенах французских городов четверть века спустя. Говорили, что многое придумал Гитлер. Нет, он только многое усвоил, осуществил в грандиозном масштабе. В одном из очерков я приводил текст приказа германской комендатуры местечка Ольн в районе Сен-Кентена. Для уборки урожая все население 15 окрестных деревень, дети с 15 лет, должно было работать с 4 часов утра до 8 вечера. Комендатура предупреждала, что не вышедшие на работу мужчины, женщины и дети будут наказаны 20-ю палочными ударами. В 1910 году я поехал из Тихого Брюгге в Тихий Ипр. Там был средневековый рынок, украшенный изумительными статуями, один из немногих сохранившихся памятников гражданской готики. Я оказался в этом городе в 1916 году. Его встреливала немецкая артиллерия. Вместо рынка я увидел развалины. Только одна каменная дама, случайно уцелевшая, продолжала улыбаться. Жители давно были эвакуированы, а солдаты жили в погребах и в землянках. Перед развалинами рынка я увидел двух английских солдат. Они говорили о готике, один что-то записывал в книжечку. Появилось слово Иприт. Так окрестили отравляющие газы, которые немцы применили впервые в битве за Ипр. В 1921 году я снова увидел развалины Ипра. В землянках жили вернувшиеся жители. Предприимчивые люди построили бараки с вывесками, гостиница Победы, кафе союзников, ресторан мира. Тысячи туристов приезжали поглядеть на развалины. инвалиды, безногие, слепые продавали открытки с видами разгромленного города. Потом Ипр отстроили и началась новая война. Артиллерия два года громила один из древнейших городов Франции Арраз. На башне ратуши был золотой лев, хранитель свободы. Рухнула башня, солдаты подобрали льва, отослали в Париж. Арраз потом отстроили, а вскоре на город упала первая бомба Второй мировой войны. Это похоже на сказку про белого бычка или на миф о Сизифе в аду. Младший лейтенант Жан-Ришар Блок писал своей жене, что эта война должна быть последней. В письмах он непрестанно спрашивал жену о детях, его младшей дочери Франсуазе было тогда три года. В 1945 немцы казнили Франсуазу Франс в Гамбурге. В 1916 году, о котором я теперь рассказываю, никто из солдат не мог себе представить, как пережить еще один день. А война всем казалась вечной. На итальянском фронте в окопе сидел молодой Хемингуэй. О том, что было у него на сердце, мы знаем по роману «Прощай оружие». Напротив, в австро-венгерском окопе сидел маты-залка. Хемингуэй и генерал Лукач, так звали маты-залку в Испании, в 1937 году встретились возле Мадрида на КП 12-й интернациональной бригады. «Война — это всегда пакость», — добродушно говорил генерал Лукач и глядел на карту. Хемингуэй его расспрашивал о боях за Паласио и Барра. Приехал в отпуск хозяин гостиницы. Мы расцеловались. Он рассказал, что солдаты смертельно устали, ненавидят политиков, спекулянтов, не верят газетам. «Но что тут поделаешь, — повторял он, — от нас 200 метров до Боши. Конечно, солдатами у них плохо, но генерал и приказывает. Я видал, что они сделали с перроной. Я читал газеты, которые мне приносил Лапинский. Там писали, что в войне заинтересованы только капиталисты. Я это знал и без газет. Слишком много вокруг было лжи, лицемерия, жестокости. Помню карикатуру в благонамеренном журнале «Ле Люстрасион». «Толстяк в котелке при слове «Мир плачет». Я поставляю в день 4 тысячи снарядов. «Вы хотите меня разорить?» Да, в 1916 году это знали все. Но за спиной были не только толстяки в котелках. Была еще Франция, ее тихие города со стенами, обвитыми лиловыми глициниями. А немцы в Нуайоне. Никто не знал, что тут можно сделать. С каждым годом умирают люди, пережившие Первую мировую войну. Входит в жизнь поколение, не знавшее и второй. Мы кончаем жить, я говорю о моих сверстниках. Забыть мы ничего не можем. 11 последних лет я отдаю почти все свои силы, почти все время одному борьбе за мир. Я пишу эту книгу между двумя поездками, часто откладываю недописанную главу. Друзья иногда говорят, что я поступаю глупо, мог бы посидеть написать еще роман. А романов на свете много. Я вспоминаю 1916 год, наше бессилие, отчаяние. Если бы хоть чем-нибудь, хоть самым малым помочь отстоять мир. Я переворачиваю слова Декарта. Можно по-разному думать о назначении жизни, о ее осмысленности, но для того, чтобы думать, необходимо существовать. Я гляжу в окно на малыша. У него чересчур серьезное лицо. Он в огромных валенках. Хотя снег посерел, он сейчас что-то лепит из последнего апрельского снега. Этому Декарту всего восемь лет, но он о чем-то думает. Наверное, он додумает то, над чем мы не успели по-настоящему задуматься. Только не нужно, чтобы его убили. Я спрашиваю себя, почему мне трудно писать о Пикассо. Может быть, потому, что он очень знаменит, что о нем написаны сотни книг, что имеются длиннейшие труды, посвященные не только каждой из его работ, но его мастерским, его голубям или собакам, его фуфайкам и кепкам. Да, конечно, Пикассо описывали многие, и его ближайшие друзья, и люди, случайно с ним встретившиеся. Описывали умно или глупо, талантливо или бесцветно. Но не поэтому мне трудно писать о Пикассо, ведь сколько раз я, как любой писатель, садился за стол, хорошо зная, что хочу показать то, что давно показано. Слов нет, куда труднее описать обыкновенный осенний дождь, чем старт реактивного самолета. Но в этой книге я часто пытаюсь рассказать о предметах, не раз описанных до меня и описанных куда лучше. Трудность в другом, в самом Пикассо. Один крупный художник мне как-то сказал «Пикассо гений, но он не любит жизни, а живопись утверждает жизнь». Это правда, как правда и то, что Пикассо страстно любит людей, природу, искусство, жизнь, что никогда в нем не остывает любопытство подростка. Многие его холсты говорят не только о красоте жизни, но ее ощутимом тепле, вкусе, запахе. Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее. Одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о духе разрушения. В конце сороковых годов, читая рассуждения некоторых наших критиков о Пикассо, я поражался, до чего их приговор, разумеется, не по их желанию, совпадал с отзывами Черчилля и Трумэна, которые, один, будучи самодеятельным художником, другой самодеятельным музыкантом, обсуждали бунтаря Пикассо. Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо. Были периоды, когда я ощущал исключительно это, этому радовался, этим вдохновлялся, но ведь это факт моей биографии, а не биографии Пикассо. Теперь некоторые холсты Пикассо мне кажутся нестерпимыми. Я не понимаю, почему он способен возненавидеть лицо прелестной женщины. Справедливо ли назвать разрушителем человека, преисполненного жажды созидания, художника, который свыше шестидесяти лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел анархизма, безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника. Можно, и это тоже будет правдой, сказать, что Пикассо оживает в своей мастерской, что его раздражает эстетическая неграмотность различных судей, что он предпочитает одиночеством, митингом или заседанием. Но как при этом забыть его страстность в годы Испанской войны, его голубок, участие в движении сторонников мира, партбилет, плакаты, рисунки для юмоните и многое другое. В эпоху монмартрскую, батоль-уар, которую я уже не застал. В эпоху ротонды, которую я попытался описать, мы были молодыми, любили озорничать, обормотствовали. Но Пикассо сохранил страсть к шутке, к розыгрышу до 80 лет. Он и теперь позирует перед фотографами в голом виде, дурачит сиятельных посетителей, принимает участие в бою быков. У него есть большая серия литографий художник и его модели. Художник напоминает то Рубенса, то Матисса в старости. Модели голые натурщицы или персонажи Веласкеса и других старых мастеров. Часто среди них молодой шут, и этот шут похож на Пикассо. Он смеется над собой, наверное, собой гордится. Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить. Он умеет балагурить, чрезвычайно серьезно. А серьезные вещи говорит так, что при желании их легко принять за шутку. Меня иногда спрашивают, как правильно произносить Пикассо с ударением на последнем слоге или на предпоследнем, то есть, кто он, испанец или француз? Конечно, испанец. И по внешности, и по характеру, по жестокости реализма, по страстности, по глубокой опасной иронии. Гражданская война в Испании его потрясла. Может быть, Герника останется самой значительной картиной нашего времени. В мастерской Пикассо на улице Сент-Агюстен я всегда встречал испанских эмигрантов. Испанцам Пабло никогда ни в чем не отказывает. Все это так, но стоит задуматься и над другим. Почему всю свою жизнь он добровольно прожил во Франции? Почему для него был и остался великим Сезан? Почему его лучшими друзьями были три французских поэта Гиома Полинер, Макс Жако, Поль Элюар? Нет, от Франции Пикассо не оторвешь. Некоторые люди резко меняются, и такие перемены облегчают рассказ. Жизнь приобретает элементы того развития действия, которое прельщает начинающих драматургов. Увлекаясь неожиданными поступками, биографы часто забывают о характере человека. Так бывает и с исследованиями, посвященными поэтам или художникам. Футуристический период Маяковского, Некрасовский период Блока, испанский период Мане, импрессионистический период Сезанна. Пробует расчленить и творчество Пикассо. Казалось бы, ничего нет легче. Каждые два-три года он ошарашивал и ошарашивает критиков живописными открытиями. Исследователи устанавливают много периодов голубой, розовый, негритянский, кубистический, энгровский, помпейский и так далее. Беда в том, что Пикассо вдруг опрокидывает все деления. Маяковский побывал в 1922 году в мастерской Пикассо, успокаивал своих друзей. Слухи неверны, Пикассо не вернулся к классицизму. Молодого Маяковского однако удивило, что он не нашел у Пикассо никакого периода. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации. Девочка совсем серовская, портрет женщины грубо реалистичный и старая разложенная скрипка и все эти вещи помечены одним годом. Маяковский считал, что поэт, который пишет стихи лесенкой, не может увлечься с сонетами, а Пикассо равнодушен к различным эстетическим концепциям. я не встречал человека настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного верного себе. Когда я был у него в последний раз в 1958 году в Каннах, я все время ловил себя на мысли, что за наваждение, весь мир переменился так, что его не узнать, я сам не понимаю своего прошлого, а Пикассо такой же, как 45 лет назад. И, думая так, я одновременно знал, что никто не шагал быстрее его. Вот почему так трудно говорить о Пикассо. Все, что не скажешь, и правда, и неправда. Форма присяги свидетелей на суде в разных странах звучит одинаково. Одних сначала требует говорить только правду, а потом ставит перед ними задачу, порой непосильную, сказать всю правду. Разумеется, если вопрос стоит о том, совершил ли подсудимый преступление, то очевидцу нетрудно сказать всю правду. Но когда прокурор или защита начинает допытываться, почему подсудимый стал подсудимым, то они требуют от свидетеля слишком многого. Он ведь не Шекспир, не Стендаль и не Толстой. Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобивает противоречиями. Это отписка, составляя путеводитель по Голландии. Легко объяснить, какой в этой стране пейзаж и какой климат. Плоские, зеленые поля, каналы, нежаркое лето с частыми дождями, мягкая зима. Но на вопрос, какой пейзаж, какой климат в Советском Союзе, несколькими фразами не ответишь. Вряд ли можно назвать противоречивыми горы Кавказа и Тундру, персики Крыма и северную морожку. Бывают большие страны, бывают и большие люди. Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам. Познакомившись с Пикассо, я сразу понял, нет, вернее, почувствовал, что передо мной большой человек. Это было незадолго до начала войны, ранней весной 1914 года. Я сидел в ротонде с Максом Жакобом. Пришел Пикассо, сел за наш столик. Макс Жакоб начал рассказывать ему обо мне. Пикассо молчал, а потом сказал, что он любит поэтов и любит русских. Я не понял, говорит ли он всерьез, или это ироническая формула вежливости. Я уже отметил, что лучшими друзьями Пикассо были поэты, а русских он действительно любит. Часто говорил мне, что русские похожи на испанцев. В ту весну на аукционе продавали картины новых художников, и большой холст Пикассо розового периода был куплен за огромную сумму, если память мне не изменяет, за 10 тысяч франков. Пикассо становился известным. Задолго до этого некоторые любители открыли Пикассо, среди них московский коллекционер Щукин. Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, приходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал сучить ему менее удавшиеся, а тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил, это не вышло, мазня. Хитрость не удавалась. Щукин в итоге выбирал неудавшуюся мазню. Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов. Он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины 19-го и начала 20-го века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950-м году чешский поэт Незвалу повел меня на окраину Праги, где жил старый пенсионер Краморш. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Краморш рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез. Пикассо был еще мало кому известен и дешево продал чеху десятых холстов. Краморш преклонялся перед молодым художником. Купив натюрморт с яблоками, которые Пикассо только что написал, попросил дать ему яблоко, служившее моделью. Мумию этого яблока он мне показал. Мы вместе написали Пикассо письмо. В начале 1915-го года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от ротонды на улице Шельшер. Окна выходили на кладбище Мон Парнас. Парижские кладбища лишены поэзии русских или английских. Это абстрактные города с прямыми улицами, склепами, плитами. В мастерской нельзя было повернуться. Повсюду лежали написанные холсты, куски картона, жесть, проволока, дерево. Угол занимали тюбики с красками. Столько тюбиков я не видел и в магазине. Пикассо объяснил, что прежде у него часто не бывало денег на краски. И вот продав недавно несколько холстов, он решил обзавестись красками на всю жизнь. Я увидал живопись на стене, на поломанном табурете, на коробках от сигар. Пикассо признался, что порой не может видеть незаписанной плоскости. Работал он с каким-то невиданным иступлением. У других месяцы творчества сменялись теми пустотами, когда поэт или художник, по словам Пушкина, вкушает хладный сон. А Пикассо всю свою жизнь проработал и продолжает работать с той же яростью. Различные чудачества, которые увлекают репортеров или фотографов, это не жизнь Пикассо, это минуты перекура. Я спросил, зачем у него жесть? Он сказал, что хочет ее использовать, но еще не знает как. Не было, кажется, материала, над которым он не работал бы. Всю свою жизнь он учился. Любит мастерство. Когда ему было 40 лет, он учился у испанского ремесленника Хулио Гонсалеса, как обрабатывать листовое железо. В 60 лет учился искусству литографа. В 70 стал гончаром. В мастерской была негритянская скульптура и большой холст таможенника Руссо, художника-любителя, вещи которого теперь украшают музеи всего мира. Картина Руссо изображала мирную конференцию. Пикассо объяснил мне, что негритянские скульпторы меняют пропорции головы, тела, рук вовсе не потому, что не видят людей и не потому, что не умеют работать. У них другие понятия о пропорциях, как у японских художников, другие представления о перспективе. Ты думаешь, таможенник Руссо никогда не видал классической живописи? Он часто ходил в Лувр, но он хотел работать иначе. Пикассо первый понял, что наша эпоха требует прямоты, непосредственности, силы. Ему тогда было тридцать четыре года, но выглядел он моложе. Очень живые, пронзительные и невероятно черные глаза, черные волосы, небольшие, почти женские руки. Записую, он сидел в ротонде, мрачный, почти ничего не говорил. Порой им овладевало веселье, тогда он шутил, изводил приятелей. От него исходило беспокойство, и это меня успокаивало. Глядя на него, я понимал, что происходящее со мной не частный казус, не заболевание, а особенность эпохи. Я уже говорил, что иногда Пикассо был мне дорог своей разрушающей силой. Именно таким я его узнал и полюбил в годы Первой мировой войны. Принято считать, что в ту эпоху Пикассо был равнодушен ко всему, что называют политикой. Если понимать под этим словом смену министерств или газетную полемику, то действительно Пикассо в Маттен искал скорее анекдоты, нежели декларации. Но я помню, как он обрадовался известием о февральской революции. Он подарил мне тогда свою картину. Я с ним расстался на многие годы. Говорят, что дружба, как и любовь, требует присутствия. При долгой разлуке она чахнет. Я порой не видал Пикассо 8-10 лет, но ни разу я не встречал чужого переменившегося человека. Именно поэтому я не помню в точности, когда он мне сказал то-то. Мог сказать в 1941-м, мог и в 1954-м. Помню различные мастерские на улице Ля-Боэси в парадной буржуазной квартире, где он казался случайным посетителем, чуть ли не взломщиком. На улице Сент-Агустен в очень старом доме там мастерская была большая, с испанцами, с голубями, с огромными полотнами, с тем обдуманным и организованным беспорядком, который Пикассо порождает повсюду. Сараи в Валорисе, жестянки, глина, рисунки, стеклянные шарики, обрывки плакатов, чугунные столбы и хибарка, где он ночевал, кровать, заваленная газетами, письмами, фотографиями, большой светлый дом Калифорния в Каннах, дети, собаки, снова грудописем, телеграмм, огромные холсты, а в саду бронзовая пикассовская коза. Я давно его прозвал Шутя чертом. Это русское слово трудно выговорить французу, но по-испански звук Че существует, и улыбаясь Пабло говорит, я черт. Если он черт, то особенный, поспоривший с Богом насчет мироздания, восставший и не уступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен, а Пикассо добрый черт. До чего наивны, несведущие или недобросовестные люди, считающие его большой нелегкий творческий путь, оригинальничанием, желанием поразить буржуа любовью к модным измам. Он не раз говорил мне, что ему смешно, когда о нем пишут, что он ищет новые формы. Я ищу одного, выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу. Он как-то сказал мне, что иногда, садясь писать, не знает, будет ли холст кубистическим или сугубо реалистическим. Это диктуется и моделью, и душевным состоянием художника. В Валорисе Пикассо позировала одна молодая красивая американка. Он сделал десятки рисунков, писал ее маслом. На первом портрете американка выглядит такой, какой ее видят окружающие. Ни один сторонник реализма в самом узком смысле этого слова не найдет, что возразить. Постепенно Пикассо начал разлагать лицо. Видимо, модель ему раскрылась не только в своей ангельской внешности. Он нашел черты, выдававшие ее характер, начал их изучать. Но это свинья в кубе, сострил стоящий рядом со мной посетитель выставки, глядя на десятый портрет американки, не подозревая, что портрет красавицы, приведший его восхищение, был первым портретом кубистической свиньи. В 1948 году, после Вроцлавского конгресса, мы были в Варшаве. Пикассо сделал мой портрет карандашом. Я ему позировал в номере старой гостиницы Бристоль. Когда Пабло кончил рисовать, я спросил, уже? Сеанс показался мне очень коротким. Пикассо рассмеялся. Но я ведь тебя знаю 40 лет. Портрет Пикассо мне кажется не только очень похожим на меня. Лучше сказать, я похожу на рисунок, но и глубоко психологическим. Все портреты Пикассо раскрывают, порой разоблачают, внутренний мир моделей. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, Пикассо заметил, они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю. Конечно, многие холсты Пикассо трудны для понимания. Сложность мыслей и чувств, непривычность формы. Мне привелось быть переводчиком при первой беседе между Пикассо и Фадеевым во Вроцлаве. Фадеев, я некоторых вещей ваших не понимаю. Лучше я это вам сразу скажу, почему вы иногда выбираете форму, непонятную людям. Пикассо, скажите, товарищ Фадеев, вас учили в школе читать? Фадеев, разумеется. Пикассо, а как вас учили? Фадеев со своим тонким пронзительным смехом. Бе-а-ба-а-а-а-а-а-а. Пикассо, как и меня, «Ба! Ну хорошо, а живопись вас учили понимать?» Садеев снова рассмеялся и заговорил о другом. «Если задуматься над всем творчеством Пикассо, то станет ясным, как он изменил живопись. После импрессионистов люди увидели природу заново, без очков балонской школы. Художники писали исключительно с натуры. Портреты, пейзажи, натюрморты. Композиции стали монополией художников академического направления. Больше всего художники боялись сюжета, как они говорили, литературщины. Пожалуй, последней композицией, сделанной во Франции большим художником, остаются похороны Варнане Курбе. Эта вещь написана в 1850 году. В 1937 году, почти сто лет спустя, Пикассо написал «Разрушение Герники». Приехав из осажденного Мадрида в Париж, я сразу пошел в испанский павильон на всемирной выставке и замер, увидел Гернику. Потом я дважды ее видел в 1946 году в Нью-Йоркском музее и в 1956 году в Лувре на ретроспективной выставке Пикассо. И каждый раз я испытывал то же волнение. Как мог Пикассо заглянуть вперед? Ведь гражданская война в Испании еще велась по старинке. Правда, для немецкой авиации она была маневрами. Но налет на Гернику был небольшой операцией, первой пробой пера. Потом была Вторая мировая война, потом была Хиросима. Полотно Пикассо — это ужас будущего, множество Герник, атомной катастрофы. Мы видим куски раздробленного мира, безумие, ненависть, отчаяние. Что такое реализм и реалистичен ли художник, который пытается изобразить драму Хиросимы, тщательно выписывая язвы на теле одного или десяти пораженных? Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыт не отдельный эпизод, а суть трагедии? Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства. Еще подростком он рисовал как мастер. Его линии передают все, что он хочет. Они ему подвластны. Он предан живописи, может сердиться, терзаться, если не сразу находит нужный ему цвет. «Была пора, когда у нас культивировалась исключительно живопись, похожая на огромные раскрашенные фотографии. Помню в ту пору смешной разговор Пикассо с молодым ленинградским художником. Пикассо, у вас продаются краски? Художник, конечно, сколько угодно. Пикассо, а в каком виде? Художник, недоумевая, в чубиках? Пикассо, а что на чубике написано? Пикассо, художник с еще большим недоумением. Название краски? Охра, жженая сиена, ультрамарин, хром, Пикассо. Вам нужно рационализировать производство картин. На фабрике должны изготовлять смеси, а на тюбиках ставить для лица, для волос, для мундира. Это будет куда разумнее. Некоторые авторы, писавшие о Пикассо, пытались изобразить его увлечение политикой, как нечто случайное, как прихоть. Оригинал, любит бой быков, почему-то стал коммунистом. Пикассо всегда относился очень серьезно к своему политическому выбору. Помню обед в его мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В тот день у Пабло родилась дочь, которую он назвал Паломой, по-испански Палома Голубка. За столом нас было трое — Пикассо, Поль Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки. Лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях. Пикассо их любит, всегда держит в доме. Смеясь, он говорил, что голуби — жадные и дрочливые птицы. Непонятно почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам, показал сотни рисунков для плаката. Он знал, что его птице предстоит облететь мир. Он говорил о конгрессе, о войне, о политике. Я запомнил его фразу. «Коммунизм для меня тесно связан со всей моей жизнью как художника». Над этой связью не задумываются враги коммунизма. Порой она кажется загадочной и для некоторых коммунистов. Пикассо потом сделал еще несколько голубок. Для Варшавского конгресса, для Венского. Сотни миллионов людей узнали и полюбили Пикассо только по голубкам. Снобы над этим издеваются. Недоброжелатель обвиняет Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Однако его голубки тесно связаны со всем его творчеством. С минотаврами и козами, со старцами и девушками. Конечно, голубка крупится в богатстве, созданном художником. Но ведь сколько миллионов людей знает и почитает Рафаэля по репродукциям одной его картины «Сикстинская Мадонна». Сколько миллионов людей знает и почитает Шопена только потому, что он написал музыку, которую они слышат на похоронах. Так что снова напрасно смеются. Конечно, по одной голубке узнать Пикассо нельзя. Но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую голубку. Самого Пикассо не только не обижает, но бесконечно трогает любовь простых людей к его голубке и к нему. Мы с ним были в Риме осенью 1949 года на заседании Комитета мира. После митинга, состоявшегося на одной из самых больших площадей города, мы шли по рабочей улице. Прохожие его узнали, повели в маленькую тракторию, угощали вином, обнимали. Женщины просили его поддержать на руках их детей. Это было проявлением той любви, которой не выдумаешь. Конечно, эти люди не видали картин Пикассо, а увидав, многое не поняли бы. Но они знали, что он большой художник. За них, с ними, и поэтому его обнимали. На конгрессах во Вроцлаве, в Париже он сидел все время с наушниками, внимательно слушал. Мне пришлось несколько раз обращаться к нему с просьбами. Почти всегда в последнюю минуту оказывалось, что для успеха Конгресса или какой-либо кампании защиты мира необходимо получить рисунок Пикассо. И как бы ни был он поглощен другой работой, он всегда выполнял просьбу. Порой некоторые из его политических единомышленников осуждали или отвергали его произведение. Он принимал это с горечью, но спокойно. Говорил, в семье всегда ругаются. Он знал, что его картины красуются в музеях Америки. Знал, что, когда он хотел поехать в Соединенные Штаты с делегацией Всемирного Совета Мира, ему не дали визы. Знал и другое. В стране, которую он любил, в которую верил, долго относились отрицательно к его творчеству. Как-то, когда мы встретились, он, смеясь, сказал «Нам с тобой попало». Незадолго до этого я напечатал в литературной газете статью. Конечно, не о живописи, а о борьбе за мир. Это было в 1949 году. В статье я говорил, что лучшие умы Запада с нами и среди других называл Пикассо. К статье сделали сноску. Выразили сожаление, что я не критикую формалистических элементов в творчестве Пикассо. Разумеется, антисоветские газеты Франции перепечатали не мою статью, а редакционную сноску. Пабло смеялся, говорил, что не стоит огорчаться. Сразу все не делается. Его доверие к Советскому Союзу ничего не могло поколебать. В 1956 году некоторые из его друзей, поддавшись растерянности, предлагали ему дать свою подпись под протестами, декларациями, заявлениями. Пикассо отвечал отказом. Для меня была большой радостью его выставка в Москве осенью 1956 года. На открытие пришло слишком много народу. Устроители, боясь, что будет мало публики, разослали куда больше приглашений, чем нужно. Толпа прорвала заграждение. Каждый боялся, что его не впустят. Директор музея подбежал ко мне бледный, успокойте их, я боюсь, что начнется давка. Я сказал в микрофон. Товарищи, вы ждали этой выставки 25 лет. Подождите теперь спокойно 25 минут. 3000 человек рассмеялись, и порядок был восстановлен. Открыть выставку от имени секции друзей французской культуры должен был я. Обычно церемонии мне кажутся скучными или смешными, но в тот день я волновался как школьник. Мне дали ножницы, и мне казалось, что я разрежу сейчас не ленточку, а занавеску, за которой стоит Пабло. Конечно, на выставке люди спорили. Так бывает повсюду на выставках Пикассо. Он восхищает, возмущает, смешит, радует. Никого он не оставляет равнодушным. Противоречие. Хорошо, пусть будет так. В творчестве Пикассо множество противоречий. Но вспомним даты. Его первые вещи были выставлены в 1901 году. А теперь, когда я пишу эти строки, на дворе 1960-й, мало ли было противоречий за эти 60 лет. Пикассо выразил сложность, смятение, отчаяние, надежду своей эпохи. Он разрушает и строит, любит и ненавидит. Мне все же повезло. Я встретил в моей жизни некоторых людей, которые определили облик века. Я видел не только туман и шторм, но и тени людей на Капитанском мостике. К большим удачам моей жизни я отношу тот далекий весенний день, когда я впервые встретил Пикассо. Я мало путанно рассказал о нем. Если мне удастся написать последующие части этой книги, я, наверное, к нему еще не раз вернусь. А сейчас мне хочется передать то, что меня потрясло в предреволюционное время, и когда я глядел на холсты Пикассо, и когда с ним встречался. Это ведь веха в моей жизни. Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой ротонде, бился над переводом Санета Дюбелле, который из Рима взывал к Франции. Зову, кричу, а толка нет. Лишь эхо слышу я в ответ. Я тот, что отстает от стада. Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фатинский. Я не заметил, как он вошел в кафе. Художник Серж, или Сергей Фатинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все он голодал, как все писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, навсегда говорил «у нас, в России», получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный. В 1936 году он решил съездить в Москву на две недели. Прожил в Москве два года. Глядел на все с восторгом и с испугом. В 1941 году немцы его посадили в Компьенский лагерь, случайно не убили. Он живет в Париже около 60 лет, но продолжает говорить «у нас, в Советской России». Говорит он по-русски своеобразно. «Ты берешь авион?» Еще своеобразнее переходит улицу, подымает руку, как бы предупреждая водителей, что машины должны уважать человека. Вид у него при этом Моисея, останавливающего морские волны. «Как? Ты не знаешь?» — кричал Фатинский. «Саря нет!» Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фатинского. На первой странице газеты было напечатано «Государственный переворот в Петрограде». Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. «Ну и что?» — сказал я Фатинскому. «Чем Михаил лучше Николая?» На Фатинского разочаровать трудно. Он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму. «В Петрограде забастовки, демонстрации!» «Это настоящая революция!» — кричал Фатинский. Я его снова обнял. Стали понемногу приходить завсегдатые ротонды. Нас поздравляли. Спорили, удержится ли новый царь, или будет республика. Мы не знали, что французская цензура задерживала телеграммы, и что в Петрограде никто больше не думает о Михаиле, а Совет рабочих депутатов обсуждает, как ему быть с временным правительством. Лебион сначала сказал, что русские любят все делать не вовремя. Достаточно поглядеть на Эренбурга. Но, увидев, что мы радуемся, выставил бутылку шипучего в Убре и выпил с нами за республику. Трудно было понять, что происходит в России. Самая солидная газета «Тан» писала, что женщины взбунтовались из-за перебоев с доставкой продовольствия, что перебои объясняются снежными заносами, что Николай был связан с германофильскими кругами, а Михаил настроен в пользу союзников. Поскольку генерал Хабалов заявил, что в Петроград будут доставлены большие запасы муки, беспорядки можно считать оконченными. Два или три дня спустя я пошел с Павлом Людвиговичем в русское посольство. Впервые я заглянул в старинный дом на улице Гренель. Ворота были раскрыты, и двор заполнен взволнованными эмигрантами. Люди что-то кричали, поздравляли друг друга, пели. Мне сказали, что царский посол Извольский принял делегацию и обещал помочь всем политическим эмигрантам вернуться на родину. Он предупредил, однако, что дело это сложное. Немцы усилили подводную войну. Транспорты должны идти под эскортом английских миноносцев. Англичане не любят торопиться. Люди не расходились. Все почему-то рвались к советнику Севастопула. Он говорил, господа, я вас прошу войти в положение. В коридоре на полу я увидел портрет царя. Его успели снять со стены. Мне приходится снова повторить, что в первый раз все действует куда сильнее, чем при повторениях. Мне было четыре года, когда на престол зашел Николай II. Я знал, что отец его почил в Бозе, а он благополучно здравствует. Знал, что в Германии Вильгельм с усами, в Австро-Венгрии старый Франц Иосиф, в Англии Георг V, похожий на нашего Николая. И вдруг я вижу портрет Николая царском посольстве на полу. А я, Илья Григорьев Эренбург, привлеченный по 102-й статье, стою и пою с товарищами «В бой роковой мы вступили с врагами». И его превосходительство смотрит на нас умоляюще. Это было необычайно. И я строго сказал Севастопула, «Вы должны нас немедленно отправить в Россию». Советник кивнул головой и снова попросил всех успокоиться. «Ты уедешь и не вернешься», сказала мне Шанталь. Мы долго ходили по пустым темным улицам, накрапывал теплый весенний дождь. Вскоре выяснилось, что отправлять будут партиями. В первую очередь поедут эмигранты, связанные с политическими партиями, имеющие вес. Раньше летом мне не выбраться. Я вернулся к парижской жизни, ходил в ротонду, спорил с Диего об искусстве, переводил Максу Жакобу мои стихи. Однако все время я думал о России. Никак не мог представить себе, что там происходит. Я знал, что газеты лгут, а перед глазами вставали картины старой сонной Москвы, палисадники с сиренью, вечера у Тани, явки, чайные. Я пошел на эмигрантское собрание. Я думал, что там тоже будут поздравлять друг друга, но все переругались. С.Р. Чернов красиво говорил, нужно защитить социализм и Россию. Его манера меня раздражала, но я ему аплодировал. Антонов Овсеенко, как всегда, горячился, говорил сумбурно, но повторял, что главное кончить войну. И я ему поаплодировал. Я понял, что отстал от политической жизни, разобраться трудно. На первый взгляд все правы. На следующее собрание я не пошел. Потом был митинг, организованный в честь русской революции «Лигой прав человека». Огромный зал был переполнен. Выступал историк Олар. Он говорил, что русская революция социальна, и что теперь нужно свергнуть кайзер. Некоторые закричали «Долой войну!» Выступала Северин. Я ее знал по некоторым очеркам. Немного сентиментальным, но написанным искренне. Она была подругой и душеприказчицей «Жюля Валлеса». Северин говорила о подвиге русских женщин, о женах декабристов, о Вере Засулич, о Фигнер, о работницах Петрограда. Я ей зааплодировал. Сидевший недалеко от меня Гриша свистнул. Одни запели «Марсельезу», другие «Интернационал». Праздник окончился дракой. Газеты были полны восторженных статей об Америке. Со дня на день в Гаври должны были высадиться первые американские отряды. Восхваляли все и президента Вильсона, и Лилиан Гиш, и американские консервы, и доллары. Это был медовый месяц. Зато о России газеты говорили, как о старой и неверной жене. Особенно возмущал их совет рабочих депутатов. Они сочиняли легенды о Чиидзе. Это была первая мишень. Чиидзе изображался как фанатик, готовая отдать Францию в руки Кайзера. Французы не могли выговорить его фамилию. Либион в тоске меня спрашивал, знаком ли я с этим Шиидзе, и правда ли, что он ненавидит французов. Чиидзе эмигрировал в 1921 году в Париж. Не знаю, как его встретили французы, но несколько лет спустя он покончил жизнь самоубийством. В антирусской кампании первое место принадлежало газете «Матен». Уже в апреле она начала печатать фильетончики, где доказывалось, что русские обожают пруссаков, они легкомысленны и склонны изменять своим друзьям. Особенно горько пришлось русским бригадам, которых царское правительство прислало во Францию в 1916 году. С самого начала русские солдаты оказались в трагическом положении. Генерал Лохвицкий и его подчиненные по роли провинившихся нижних чинов. Французы об этом узнали и начали относиться к русским с жалостью и презрением. Когда русских приводили на отдых в деревню, служащий Мерии по приказу русского командования возвещал взбарабанным боем, что русским солдатам строжайше запрещается продавать виноградное вино. Во Франции вино дают детям, и крестьяне боялись выглянуть из дому. Привели на постой дикарей, которым даже вина нельзя пить, они и без вина пьяные. В июне 1916 года в Марселе произошел первый бунт русских солдат. Они убили офицера, отличавшегося особенной жестокостью. Девять зачинщиков были расстреляны. В течение года русские и французы приглядывались друг к другу. У меня записаны некоторые суждения русских о французах, и осуждающие, и благоприятные. Он говорит, комарад, а какой он товарищ? Нет у них этого, каждый у них за себя. Нас ругают, что мы грязные, а вы поглядите на них, у него на голове помада, а год в бане не был. Они грязь не смывают, а загоняют внутрь. Народ вежливый. Зайдешь в ловчонку, месье и мерси. Это у нас норовят драться, а я смотрю, он стоит и докладывает генералу, как будто он с приятелем говорит. Я видал, в кафе сидит французский солдат, пришел полковник, он даже ухом не повел. Разве это изба? Да у нас таки не всякий барин живет. Помню смешной спор, из которого наши вышли победителями. Французы не едят гречневой каши. Пробовали ее давать летчикам Нормандии, не стали есть. Так вот, французы начали смеяться над русскими солдатами. У нас это только скотина ест. Русские не сдались. А вот вы улиток едите, лягушек. У нас и скотина не станет такого есть. Все же до лета 1917 года отношения русских солдат с населением были мирными. В апреле 1917 года французское командование попыталось провести наступление в районе Рейнса. В боях приняли участие две русские бригады. Незадолго до этого генерал Нивель принял иностранных журналистов. Он расхваливал боевой дух французов. А потом, обратившись ко мне, с нескрываемой иронией добавил «Я надеюсь, что французский воздух предохранил ваших соотечественников от влияния демагогов». Русские бригады сражались хорошо. Захватили форт, от которого зависела судьба Рейнса, но, не поддержанные другими частями, вынуждены были его очистить. Потери были большие. Первого мая русские солдаты стояли на отдыхе. Устроили большой митинг. Оркестр исполнил Марсельезу, а потом Интернационал. Крестьяне были ошеломлены. Один сказал мне «Я понимаю, что они взбунтовались. Воевать всем надоело. Наши тоже бунтуют. Но почему с ними офицеры? И почему они исполняют Марсельезу? Странный вы народ!» Русские требовали одного — возвращения в Россию. Трагедия разыгралась позднее. Перед моим отъездом я узнал, что русские бригады находятся в лагере «Ля Куртин» на положении пленных. Их собираются отправить в Африку. Неожиданно я получил от английского командования приглашение приехать на участок, где стояли анзаки, солдаты из Австралии и Новой Зеландии. Оказалось, что австралийские солдаты по закону должны принять участие в парламентских выборах. Урны поставили недалеко от переднего края. Командир объяснил мне, что русским, наверное, полезно познакомиться с техникой выборов на фронте. Мною заинтересовались различные люди, конечно, не как авторам стихов о канунах, а как корреспондентом Петроградской газеты. Внук Маркса, социалист Жан Ланге, долго говорил мне о конфликте между антиимпериализмом и необходимостью спасти Францию. А потом вдруг уныло засмеялся. Не помню, кто это сказал, кажется, Ницше, что глупо читать нотации землетрясению. Военный министр Эн Леве говорил мне о своей любви к Толстому, Чехову, Горькому. У него были умные и хорошие глаза. Он был одаренным математиком. Не знаю, почему он увлекся государственной деятельностью. В доме прессы мне возмущенно заявили, что в Сен-Рафаэле сенегальцы бунтуют и требуют для солдат советов. Вскоре выяснилось, что сенегальцы требовали отпусков, но газеты уверяли, будто русские пытаются подорвать дух храбрых колониальных войск. В Париже начались забастовки. Первыми выступили мединетки, так зовут магисток, белошвеек, шляпниц. Молоденькие девушки ходили по улицам с задорной песенкой. Содержание ее было вполне невинно. Работницы требовали английской недели, то есть короткого рабочего дня в субботу и надбавки заработной платы. Солдаты-отпускники присоединялись к демонстрациям мединеток. Им нравились девушки, кроме того, они пользовались случаем, чтобы познакомить парижан с другой, более серьезной песенкой. То и дело они кричали «Долой войну!» Начались солдатские бунты. В ротонду пришел отпускник и рассказал, что его товарища, молодого скульптора, расстреляли. Мне дали пачку немецких газет. Немцы восхищались русской революцией и приветствовали французских солдат, которые протестуют против войны. В Германии, однако, никто ничего не кричал. Немецкие дивизии по-прежнему стояли в Шампане, в Артуа, в Пикардии. Все было тревожно и непонятно. Помню только одно веселое событие. Дягилев поставил балет-парад, музыку написал Эрик Сати, декорации и костюмы сделал Пикассо. Это был очень своеобразный балет. Балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью. Балет показывал тупую автоматизацию движений. Это было первой сатирой на то, что потом получило название американизма. Музыка была современной, декорации полукубистическими. Публика пришла изысканная, как говорят французы, весь Париж, то есть богатые люди, желающие быть причисленными к ценителям искусства. Музыка, танцы, особенно декорации и костюмы возмутили зрителей. Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал. Это была весна священная Островинского. Но ничего подобного тому, что случилось на параде, я еще не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали «Занавес!» В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера, становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что танцоры издеваются над их протестами и совсем потеряли голову, вопили смерть русским «Пикассо Бош!» «Русские Боши!» На следующий день Матен предлагала русским заняться не плохой хореографией, а хорошим наступлением где-нибудь в Галиции. Каждый день я ходил в какую-нибудь канцелярию, то в русское консульство, то в английское, то во французскую полицию. Выехать было непросто. Наконец, мне выдали паспорт от имени временного правительства. Оставалось получить визы. Это слово я услышал впервые. До войны никаких виз не было. Настал день, когда у меня оказались все три визы английская, норвежская и шведская. Послезавтра я уезжаю. Лебион считал, что в каждом порядочном городе существует кафе и там коротают вечера художники и поэты. Он меня угостил на прощание дивным арманьяком и сказал, когда ты будешь пить водку в московской ротонде, ты еще вспомнишь старика Лебиона. Диего Ривера радовался за меня. Я еду на революцию, а он видел революцию в Мексике. Это самое, что ни на есть веселое дело. Модильяне мне сказал, может быть, мы увидимся, а может быть, нет. Мне кажется, что всех нас посадят в тюрьму или убьют. Помню последний вечер в Париже. Я шел с Шанталь по набережной Сены, глядел кругом и ничего больше не видел. Я уже не был в Париже и еще не был в Москве. Кажется, я нигде не был. Я сказал ей правду. Я счастлив и несчастен. В Париже я плохо жил, и все-таки я люблю этот город. Я приехал сюда мальчишкой, но я знал тогда, что мне делать, куда идти. Теперь мне двадцать шесть лет. Я многому научился, но ничего больше не понимаю. Может быть, я сбился с пути. Она меня утешала, сказала до свидания. Мне хотелось ответить прощай. Французы писали на стенах «Остерегайтесь, вас слышат вражеские уши». Все только и говорили, что о бдительности. Однажды я поехал из Парижа за Перне. На моем пропуске было пять печатей пяти различных ведомств. Министерство иностранных дел, военного министерства, генерального штаба, бюро передвижения в военной зоне, контроля над иностранцами. Я должен был провести пять дней в пяти канцеляриях. Я лелеял документ, добытый с таким трудом, но никто ни разу у меня его не потребовал. Англичане ничего не писали на стенах, и на моем паспорте была всего одна английская виза. Но я увидел, что значит бдительность. Меня обыскивали в жизни много раз, но никто однако не проявлял в этом деле такого мастерства, как англичане. Меня заставили разуться, куда-то уносили ботинки, просмотрели все швы на пиджаке и на брюках, отобрали записную книжку, стихи Макса Жакоба и после долгих пререканий вернули фотографию Шанталь. Все это англичанин делал с милой улыбкой. Нельзя было даже на него рассердиться. В Лондоне нам сказали, что неизвестно, когда мы поедем дальше. Это военная тайна. Со мной ехал мой приятель, эстонец Руди. Мы с ним часто встречались в Ротонде. Мы пошли по очень длинному чужому городу. Все здесь было куда спокойнее, чем в Париже. Может быть, потому, что война была дальше, может быть, и потому, что англичане не любят волноваться. Город мне показался красивым, величественным и унылым. Я подумал, здесь модильяне посадили бы сумасшедший дом. Мы прожили два или три дня в Лондоне. Нас повезли на вокзал. Куда мы едем, все еще оставалось тайной. Нас оказалось много, и политические эмигранты, и русские солдаты, убежавшие из немецкого плена. Все вагоны были переполнены. Эмигранты, разумеется, сразу начали спорить. Одни были оборонцами, другие стояли за Ленина. В одном купе дело чуть было не дошло до драки. Повезли нас на север Шотландии. Я вышел на площадку, сказал Рудди, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле я понял, что дышу покоем. Здесь не чувствовалось присутствие истории. Одинокие домики, холмы, покрытые лиловым вереском, отара овец, розовый и реальный свет северной белой ночи. Природа могла многое рассказать человеку, но мне в то лето было не до мудрости. Я постоял, подышал и вернулся в накуренный вагон, где кто-то хрипло кричал «А чем твой Плеханов отличается от Гучкова?» В Абердине нас погрузили на транспорт. Опять было тесно. Мы сидели на палубе, прижавшись друг к другу. Нам сказали, что если будет тревога, каждый должен занять свое место в шлюпке. Но людей оказалось больше положенного, и я остался без места в шлюпке. Ночью споры притихли, люди сидя дремали, а море рассказывало о чем-то своем, бурном, но постоянном. Вокруг нашего транспорта вальсировали два английских миноносца. Под утро нам объявили, что замечена подводная лодка. Я перед этим клевал носом. Посмотрев на Руди, я начал так смеяться, что сидевшая рядом русская дама рассердилась. В такие минуты можно быть посерьезнее. Нет, нельзя было оставаться серьезным, глядя на Руди. Он был женат на милой француженке, которую мы называли Утконосом. Его теща убивалась. Сумасшедший Руди, он едет в страну, где все теперь вверх дном. Но еще больше ее страшил переезд через Северное море. Она причитала, вы не знаете Бошей, они обязательно потопят Руди. Она увидела в газете объявление, какая-то фирма рекламировала чудодейственный костюм, в котором человек может сколько угодно держаться на воде. Теща купила спасательный костюм для Руди, и вот он его надел. Можно ли было не смеяться? Я едва выговорил, меня душил приступ смеха. Ты знаешь, на кого ты похож? На кубистическую лошадь Пикассо. Руди оправдывался, он дал слово теще, а я продолжал хохотать. Дама не выдержав отошла к шлюпке. Как я мог не смеяться? Тогда меня пугала скорее жизнь, чем смерть. А Руди был действительно бесподобен. Английский моряк дал мне спасательный пояс и улыбнулся. Я тоже улыбнулся, но пояса не надел. Я поморщился, вода, наверное, очень холодная. Потом вспомнил, что не купил в обердине английского табака. Солдаты, еще до того, как транспорт отчалил, забрались в трюм, там было тепло и уютно. Когда была замечена подводная лодка, им сказали, что нужно подняться на палубу. Но они не вышли из трюма, играли в карты, да и не верили в спасательные пояса. Деревянные домики Бергена мне напомнили московские переулки. Но и здесь не было мира. Незадолго до этого пожар уничтожил большую часть города. Христиане, так тогда называлось Осло, мне показалось идилличной. Вот на этой скамье, наверное, гамсоновский Иоганн мечтал о Виктории. А там в домике на курьих лапках возле фиорда Бранд говорил «Все или ничего». Станиславский хорошо играл доктора Штокмана, которого называли врагом народа. За что? Он предпочел правду. Но что такое правда? Доктор Штокман знал, что целебные источники отнюдь не целебны. Это легко проверить в лаборатории. А как проверить идеи? В Стокгольме мы задержались на несколько дней. Ждали какой-то телеграммы из Петрограда. Стокгольм меня поразил. Я стоял на набережной против Королевского дворца, глядел на камни, на воду, на небо, и мне хотелось писать стихи. Я не знал, что 40 лет спустя этот город войдет в мою жизнь истокгольмским воззванием, и частыми посещениями, и новыми друзьями. Я спрашивал себя, может быть, меня прельщает спокойствие нейтральной страны, где никто не волнуется за жизнь близких, не ждет воздушной тревоги, где в магазинах изобилие товаров. Нет, это меня скорее сердило. Поразило меня другое, скалы среди домов. Построить дом здесь трудно, как взять крепость. Поразило море, оно входит в город, металлическое посвечивание воды, чайки, вмешивающиеся в разговор прохожих. Здесь не было уныния Лондона, его роскоши и диккенсовской нищеты, его величия из сплина. Здесь цепенела каменная печаль, обдуманная и внезапная как строка поэта. Стокгольмцы показались мне неблагополучными нейтралами, нажившимися на чужой войне, а кандидатами самоубийцы. У Руди оказались знакомые художники, они позвали нас вечером в ресторан. Я глядел нарочитую живописность помещения, старые бочки, медные подсвечники, кубистические картины на стенах. Пикассо уже дошел до этой северной окраины Европы. Девушки в беленьких чепчиках, улыбаясь, принесли закуски и водку. Я подумал, все-таки это не ротонда. Мы аккуратно говорили сколь и пили водку. Потом к нашему столу подсел очень высокий швед с выпуклыми ирачьими глазами. Художники объяснили, что это поэт. Имени его я не запомнил. Он сказал, что говорит немного по-французски, но разговаривать не стал. Молча пил водку. Только ближе к полуночи, выпив немало рюмочек, он сказал мне, что Европа это Рим эпохи упадка. Апостол Павел разбивал статуи греческих богинь, не задумываясь, представляют ли они художественную ценность. Он был прав, но статуй жалко. Что вы собираетесь сделать в России, спросил он меня. Я ответил, что не знаю. Может быть, меня возьмут в армию, может быть, напишу новые стихи или роман. Он сказал, что теперь можно взять лом, можно взять и носовой платок, чтобы утирать слезы. Я лично люблю и ломать, и плакать, как старая дева над разбитой вазой. Его рассуждения показались мне понятными. Мы выпили еще и расцеловались. Утром я вспомнил, что еду в Россию. Нужно будет пойти к поэтам, которых я знаю только по книгам. А Петроград или Москва не ротонда. У меня, например, нет крахмальных воротничков. А бритву я потерял на пароходе. К счастью, у меня оставалось немного денег. Я купил бритву и несколько воротничков. Поезд шел вдоль Ботнического залива. На тихих станциях белобрысые девушки гуляли с кавалерами. В буфетах на кусках льда лежали селедки. Все было чрезмерно тихо и непонятно. Ночь была совсем белой. Солнце опустилось и сразу начало подниматься. Путь был долгим. Наконец мы доехали до последней шведской станции Хапаранда. Перешли через мост. Вот и русские офицеры. Это пограничная станция Торнио. Встреча была неласковой. Поручик посмотрел на мой паспорт, злобно сказал, опоздали, кончилось ваше царствие, напрасно едете. Это было 5 июля. Мы не знали о событиях в Петрограде и приуныли. Поезд шел теперь на юг. На станциях финны сосредоточенно молчали. В Хельсинки кто-то нам рассказал, что в Петрограде большевики попытались захватить власть, но их усмирили. В вагоне атмосфера накалилась. Один из оборонцев кричал о пломбированном вагоне, о предательстве и вдруг сказал, мы поможем разобраться. Вы что хотите бунтовать? Не выйдет, голубчики, свобода свободой, а вам место в тюрьме. Тот час один из эмигрантов, присоединившийся к нам в Лондоне, тщедушный еврей, который все время терял очки и глотал какие-то пилюли, вскочил и тоже стал кричать, не тут-то было, пролетариат возьмет власть в свои руки, кто кого посадит, это еще я как-то съежился. В Париже все говорили о бескровной революции, о свободе, о братстве, и вот еще мы не доехали до Петрограда, они грозят друг другу тюрьмой. Я вспомнил камеру в бутырках, парашу маленькое оконце. В Чельсинки офицер, захлебываясь от восторга, рассказывал, казаки им сыпали, а как прикажете с ними разговаривать, ведь это басичье, хорошая пулеметная очередь, другого языка они не понимают. Я стоял в коридоре у окна, кругом лежали солдаты, женщины прижимали к себе огромные тюки, нельзя было повернуться, я глядел в окно, сколько солдат, вид у них странный, измученные, плохо одеты, ругаются, почему все ругаются. А вот еще граница Белоостров, снова проверяют паспорта, осматривают вещи и снова ругаются. Офицер приказал меня обыскать, в кармане пальто обнаружили воротнички и бритву, офицер внес их в другую комнату, сказал, что на крахмальных воротничках теперь пишут секретные инструкции, о бритве не упомянул, но ее вернуть отказался. Нас провели в грязное помещение, сказали, что в Петроград мы поедем под конвоем, как военно обязанные, нас сдадут воинскому начальнику. Все это сопровождалось бранью. Действительно, нам дали конвойных, поезд прошел немного и остановился на полустанке. Солдаты штурмовали переполненные вагоны, кто-то сказал, что везут царских охранников, солдаты улюлюкали, один крикнул мне, вот поставят тебя к стенке, это тебе не шампанское. Офицер показал на меня даме, видишь в шляпе еще один пломбированный, хорошо, что сразу сцапали. Поезд двинулся и сейчас же остановился возле домика стрелочника. Маленькая девочка загоняла гусей, в нее была жиденькая косичка с ленточкой. Она посмотрела на меня. Я улыбнулся и в ответ увидел ее застенчивую улыбку. Мне сразу полегчало. Бабка на площадке истошно кричала, кто-то украл у нее мешок с сахаром. Перебить их нужно всех, сказал старик в парусиновом пиджаке. Я не стал гадать, кого он хочет перебить, воришек или спекулянток. Я вдруг обрадовался. Все кругом говорят по-русски. Заводские трубы, пустырь с примятой травой, с желтыми цветами, совсем как на шаболовке, прокопченные дома. Вот я и дома. Конец первой книги. 1960 год. КОНЕЦ